Значит, вот у нас пальтовая ткань. Сейчас мы ее будем декодировать, чтобы она дала усадку. У нас будет хорошее, красивое пальто на утеплителе. Значит, что мы должны в первую очередь сделать? Определиться, где у нас лицо, где у нас изнанка. И положить лицо вовнутрь, лицом к лицу. Потом мы с тобой уравниваем кромку. Вот эти части не уравниваем, а уравниваем только кромку. То есть срезы вот эти не уравниваем, только кромку. Сгоняем вот это вот все. Вот так сюда. Утюжим всегда пальтовую ткань заранее. Потому что она должна чуть-чуть полежать на столе и просохнуть. Потому что мы сейчас ее будем очень хорошо парить, чтобы она дала усадку. Потом минимум 2-3 часа она должна полежать на столе, только потом кроить. Но лучше даже, чтобы хотя бы сутки она полежала. Смотрите, чтобы вот это мы не наступали, я ее вот так вот, такой гармошкой здесь укладываю. А потом мы берем нашу праучушку, мочим ее. Видно? Вот это. Выжимаем. И сейчас вот так вот с вот этой вот праучушкой я ее вот так кладу. Обязательно, чтобы она была намочена. И еще и с паром дополнительно пропаривать сейчас буду. А еще даже иногда я изначально даже еще и вот так вот еще больше намачивала. Изначально саму ткань, но тут без разницы. Можно проутюжник еще больше там намочить. Можно и с паром хорошо-хорошо вот это вот утюжить. Утюг на максимальном паре, можно в принципе на максимальный жар, который тут есть, и с максимальным паром. Проверяем, чтобы он был. Сейчас он нагреется. И вот так вот парим, да? Дополнительно еще вот так вот нажимаем еще пара побольше, чтобы побольше, как можно больше ее пропарить. Здесь вот так прижимаем. Очень важно, чтобы ты вот здесь вот так утюгом не ставила, а не доходила где-то сантиметров 5 до сгиба. Мы его отдельно будем утюжить, потому что сгиб нам этот может очень даже хорошо пригодиться. Максимально насыщаем нашу ткань паром. Максимально-максимально, да? Очень сложно по праутюжке идти, но тем не менее она дает очень хороший результат. Смотришь, сколько здесь воды намоченной есть. То есть мы даем. И вот так вот, вот такими вот движениями мы ее утюжим до вот этого вот перегиба. Чуть-чуть она подостывает. Мы ее сворачиваем слегка вот таким вот, как рулончиком. Вот. И перемещаем ее. Все у вас лежит на столе. Или, например, падает туда вниз, если есть такая возможность. Вот. Можно, в принципе, и сразу утюжить вот этот вот сгиб, сдвигать. Мы еще сейчас это заснимем. Вот. А можно потом полностью рулон раскручивать и заново вот это вот все утюжить. Вот. Смотри. Ну, конечно, много здесь приходится затрачивать энергии, вот связанным вот с этим. Но я думаю, что результат был хороший, что не очень хочет парить. Может, ты слегка... Да, Тяна, ты лучше переселись. Чтобы я сначала тебе паром... Вот это самое. Вот так вот. Ты побольше, побольше паришь. Вот так вот. Когда ткань действительно шерстяная и натуральная, такой не очень приятный запах стоит. Поэтому открывайте всегда окно. А вот такие ткани, которые синтетические, ну, обыкновенный запах. То есть, практически он ничем не выделяется. А так вот оно естественное. Там вот этим вот... Вот этим мехом он может такой запашочек слегка стоять. Вот. И пропариваешь, пропариваешь, пропариваешь еще. Дополнительно. Вот давай. Пауза сюда. Мочим наш квачек. И начинаем делать вот такие вот движения. Что мне не понравилось, как по прутюжку очень мало пара приходит в итоге на ткань. То вот так будет больше. Вот поэтому я тебе и говорила, чтобы оно лежало где-то сутки и высыхало. Мы сейчас очень сильно его пропарим. Оно еще пару часов будет лежать здесь на прутюженном столе. А потом я его уберу на стол. Чтоб не было никакой деформации. Вот так вот. Прям хорошо-хорошо вот так вот промачиваешь. Потому что бывает очень натуральная ткань. Может давать хорошую усадку. И еще мы сейчас дополнительно с тобой еще и пропарим паром. Вот это мне больше устроит. Потому что что-то вот про утюжку в этот раз не задалась. Максимальный градус, пар. И начинаем пар. Такими вот движениями. Не растягивая кромку. А восстанавливая, возможно, даже такими сутюживающими движениями. И здесь минимум на 5 сантиметров не доходим. Хорошо? Вот. И постоянно паром добавляешь. Если он не очень хочет париться, то мы начинаем. Все, все. Так, вот что еще делаем. Видишь, я вот так максимально пропариваю, чтобы много-много пара шло. Вот. Нажимаю здесь еще клавишу. И вот такими круговыми движениями хорошо-хорошо пропариваешь. Бывает утюг перегревается, он перестает давать пар. Ты ему еще раз говоришь, нет, дорогой, давай парим. Главное, чтобы вот это вот высохло, вот эта вот мокрая часть, да? И его пропариваешь, пропариваешь. Чем больше пара здесь будет, тем лучше. Хорошо? И вот так вот здесь на 5 сантиметров, еще раз повторяю, не заутюживаем. Вот это вот участок утюжим. Потом, когда все это утюжишь, будешь перемещать очень аккуратно вот туда, пускай вниз падает. И вот здесь нужно будет делать переход. Не сразу от этой черты утюжить, а переход минимум 10 сантиметров утюжки. Ну, посмотри, может быть, она сильно влажная, будет лучше ее слегка скрутить рулончиком. Хорошо? А потом, когда ты ее сделаешь, вот даже вот сейчас ее пропариваешь, потом вот так вот сдвинешь. Я сейчас тебе даже, наверное, сразу покажу. Вот так вот. Сдвигаем ее, вот этот сгиб, вот так вот сдвигаем. Смотри. Вот так. В общем, еще раз там надо будет накапать эти капли, потому что они уже слетели. И вот так вот то же самое вот этот вот сгиб. Мы тоже его декотируем, чтобы он дал усадку. Все сделаем. Вот так вот, такими движениями. И утюжим где-то расстояние, тут примерно вот так, 30-40 сантиметров. Здесь опять же на 5 сантиметров не доходишь. И здесь, смотри, не сделай фаузу какую-то. Вот сейчас считаю, что мы уже сейчас сделаем вот этот вот сгиб отутюжим. И потом дальше можно будет дальше кусок этот утюжить. Или, чтобы было еще проще и легче, на одном месте вот так не оставляйте утюг долго, ни в коем случае. Можно на одном месте двигать, но не оставлять. Видишь, и максимальное количество пара туда выдавать. Будет очень быстро вода заканчиваться, хорошо? Что я еще предлагаю? Вот полностью до низа, полностью ее сейчас проутюжить этот сгиб, а потом только все остальное утюжить. Хорошо, чтобы было легко и просто. Все. Палыш. Туда утюжишь, вот так нельзя. Видишь, что делается? Видишь, что делается? Вон, волна идет. Ни в коем случае так делать нельзя. Ты идешь, как на воздушной подушке. И больше, как скользишь по глади воды или нежно прикасаешься к коже. Понимаешь? То есть, на большом счете, я вот так вот, как будто бы, как сверху иду, практически не касаясь ткани. Вот эти складки, они опасны для нас. Ни в коем случае вот так вот сильно не вести утюг. Это будет нам давать нехорошие. Вещи, нам такое нельзя ни в коем случае. Вот тут еще допарь, допарь, допарь. До низа допарь. А потом только вот эту часть основную утюжить. Вот наша пальтовая ткань. Мы ее выложили на стол. Лицом к лицу сложенную. Смотрите, вот здесь отгибает, здесь мокренько под столом. То есть, она должна высохнуть. Мы же ее продекотировали. Я рекомендую ее иногда переворачивать. Хотя бы вот один раз перевернуть, например. Чтобы она лучше просохла. И чтобы завтра точно мы с вами могли приступить к крою нашего пальто. Ну, пускай вот так лежит. Видишь, мокренько видит. Вот сейчас я ее там дальше расправлю и пускай лежит. До следующего дня. Смотри, сначала мы определяем, где у нас ворс. Ворс идет вниз. И в обязательном порядке рисуем вот так вот эту вот линию. В обязательном порядке. Потому что можно ошибиться. Что вот у нас крой весь должен быть вот тут внизу. Здесь вниз изделия, или вниз рукава, или вниз воротника. И всего остального. Потом что мы делаем. Мы уравниваем нашу кромку. Плавно, плавно. Вот так нельзя разравнивать. Вот так, напротив. Вот так. Чтобы нигде на ни складочке ничего такого не было. А теперь. Вот. Вот так вот. Берем руками и сюда дотягиваем. К краю стола. Вот. А теперь берем наш прямой липпо. И относительно. У нас это не гордует. Пал, слышно. И начинаем наводить наш прямой угол. От стола. Не от кромки. Кромка все-таки немножечко у нас кривовастая. От стола, учитывая вот эти все выпады, которые у нас здесь есть. Обязательно, когда мы краим верхнюю одежду, у нас обязательно должен сначала наводиться прямой угол. Вот. Я поставила липпо и начинаю рисовать. Вот так. Раз. Там, где придерживаю, там рисую. А теперь от этой линии мы откладываем 10 сантиметров вверх. Это будет наш припуск. На всякий случай. Мало ли как мы там длину померили себе. Ну, если у нас есть возможность по ткани это сделать. Да? Вот 10 сантиметров отмерили. И вот так вот. Еще раз проводим нашу линию. И только теперь мы с тобой кладем наши детальки и смотрим, что у нас здесь происходит. Будет у нас цельно выкраденный подборт, будет у нас подрезной. Сейчас будем смотреть. Вот так мы ставим нашу заднюю половинку, средний шопчик. И практически у нас здесь получается либо две детальки переда и зада, либо вот это вот потом вверх. У нас же средний шов будет, да? Подожди, подожди, подожди. Хорошо. Держи всегда вот так. Хорошо? Хорошо. Да, мы можем и вот так вот выходить. Ну, давай просмотрим, чтобы мы точно длину прошли. Проходим. Давай я смотрю. Да, мы будем хорошо проходим. Теперь давай смотреть. И мы должны раскроить максимально экономным способом. При любом раскладе, хоть 10 метров у тебя есть, и на тебя недорого тебе досталось, или еще что-то, не важно. Значит, я думаю, что спокойно можно делать цельно выкраденный подборт. Это легче, проще, чем потом его делать приточным. Выметывать шов, там, укреплять его, там, делать обедочную строчку, и все остальное. Я считаю, что, в принципе, это, ну, если есть возможность делать цельно выкраденный, мы его делаем всегда. Сколько он у нас должен быть? Он у нас должен быть, ну, конечно, мы можем здесь и кромку захватить, но обычно кромка не захватывается на подборт, потому что у нас даже подборт должен быть красивым. Если совсем у нас там, ну, беда с тканью, у нас совсем чуть-чуть ее, только в этом случае мы будем учитывать кромку, даже в припуск. Потому что она бывает пожестче, тянет, или еще что-то. Видишь, теперь от этой линии я навожу вот так вот линию вот эту. Держи. И делаем мы подборт, смотрим теперь таким образом. Это наш перед, да? И от края вот сюда давай смотреть. Мы можем и 10 сделать подборт. У нас же однобортный, да? 10 можем взять, можем сделать и 12. Но главное, чтобы он вот сюда не доходил, вот к этому рельефу, да? Тут аж 14. А 12 и плюс припуск, это в итоге будет 13 потом. Или же мы его сразу делаем с припуском. С припуском 12 сантиметров. Вот тогда мы давай с тобой сейчас отложим по 12 сантиметров и посмотрим, как дальше глянут наши детальки. Вот по 12 сантиметров, да? И теперь мы вот так вот соединяем. Вот эту линию. Все четко под прямой угол. И после того, как вы навели ворс. В какую сторону ворс? Это на любом пальто, да? На любом. 12 сантиметров. Нет. Ну, у нас здесь линия полузоноса аж 5 сантиметров, чтобы мы решили оставить. Ну, в среднем она где-то 4 на самом деле. Ну, мы посмотрим, может мы уменьшим. Ну, что нам там? Мы когда сделаем примерку. Потому что, ну, по поводу дублирования, это попозже. Давай расскажу, чем это как-то будет. Да, дублировать мы, конечно, будем наше изделие. Только не все. Не весь перед. Так, вот это я на всякий случай продлеваю. И теперь мы с тобой ставим вот сюда четко нашу вот эту половинку, да, переднюю. И начинаем очень четко обводить. Видишь, здесь получился прямой угол. И наша выкрепка тоже совпала с прямым углом, да? Вот так вот, зажимаешь. А здесь, смотри, сейчас посмотрим, что нам выгоднее делать. Может быть, за... Это спина. Да, может быть, спинка нам будет выгодна. По спине где-то тоже 1,5-2 сантиметра прибор должен быть. Здесь, поскольку хорошо долевая получилась, я вот здесь хорошо ее и ставлю. Пускай это 1,5-2 сантиметра прибор должен быть. Здесь долевая либо вот так, либо вот так, да? Здесь, когда хорошо вниз, правильно проводите, это тоже может быть долевой. Не надо вот эту часть искать, долевую еще раз заново проводить, потому что здесь у нас рельефы, а здесь мы уже вырезали, притальность пытали. Да? Вот, это мы зафиксировали. И теперь смотри, что мы можем положить. Либо круглую переднюю половинку, а здесь у нас не хватает, видишь? Кусочек здесь всегда доращивайте в обязательном порядке. И между ними должно быть 4. Значит, это нам не подходит деталь, а подходит вот это. Тут, по большому счету, я стараюсь вот эти самые длинные, большие положить в начале, а там потом уже помельче, в том числе и с рукавом. Потому что вверху у нас идет верхний рукав, нижний рукав, и бочок пойдет, как раз, надеюсь, что три детали влезут. Если нет, тогда сейчас посмотрим. Сейчас мы перевернем нашу ткань вот так, и еще раз делаем раскладку, чтобы точно мы вошли, чтобы случайно потом не переживали по поводу дальнейшего расклада. Хорошо? Если мы здесь делаем одну деталь, тут вторую, то там рукав в любом случае входит. Сейчас давай это перепроверим. Хорошо? Сейчас мы будем манипулировать, перемещать. Я предлагаю заколоть сейчас вот так вот кулаками. Я это, конечно, рекомендую делать в самый последний момент, но поскольку мы сейчас будем это все дело переносить, и обязательно параллельно внизу закалываем. Вот это вот все. Обязательно. Хотя бы через такие расстояния. Сейчас я вот это уберу, мы еще раз выложим, посмотрим, что наши все припуски нужны. Потому что мы первый раз на тебя ждем вода на выкройке изделия, и нам нужно его еще будет отрабатывать. То есть я обязана сделать по 2 сантиметра припуски. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь, везде. Хорошо? Чтобы отработать еще выкрытие дополнительно. Хорошо? Паузу нажимаем. А после того, когда мы переместили, смотрите, еще раз уложите хорошо кромку. Потому что когда оно перегибалось, оно немножечко там как-то деформировалось, и все остынет. Да? Оп. 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 И опять же устанавливаем нашу кромку. Чуть-чуть или подрастянулось, или была такой. Да? Вот. Вот. Поставили. Все. Теперь еще раз просматриваем. Вот у нас передняя полуретка, да? Мы планировали там поставить. Потом сюда мы планировали поставить заднюю, и вовнутрь поставить вот этот вот рельеф на спинке. Потом мы ставим с тобой вот так вот, это верхняя рука, и кладем мы вот сюда вот эту вот рельеф на спереди. И фактически у нас вот это должно сюда встать. На самом деле тут не так много места, как кажется. Обязательно в порядке у нас должен быть цельно выкройный подборт, иначе мы не пройдем с тобой. Вот смотри, это вот воротник. Один, да? Ну, в принципе, здесь где-то рядышком будет второй. Там еще на клапаны, на карманы, там еще что-то такое. Здесь у нас впритык тканей, к большому счету. Чтобы сейчас точно посмотреть, не надо ли делать здесь какие-то манипуляции, не надо вырезать наш нижний рукав. И паузу просто. Нажимай. Смотри, вот здесь не надо сюда сдвигать рукав, потому что этот комфорт у нас должен еще вот так вот изгибаться. Здесь вот эта вот часть должна же прийти вот так вот, с изгибом вот таким. Смотри, очень внимательно по этому поводу. Потому что здесь его, конечно, можно дотачивать, но зачем? Может пробиваться и все остальное. Это надо сразу учитывать. Я тебе покажу, как его вот здесь зеркалить. Вот. Вот у нас верхний рукав. Здесь должно быть 4 сантиметра припуск, а здесь 2 сантиметра припуск на плечо. Да? И еще раз давай посмотрим. Вот наш рукав, да? Вот он четко лежит. И ставим здесь 10 сантиметров. И здесь хотя бы 2 сантиметра. И у нас с тобой совсем ряды к нашей припуске. Эта деталь гораздо толще этой детали. Потому что вот эту сюда точно, наверное... Давай посмотрим, может, мне нужно было шить. Ага. А мы здесь не проходим. Видишь? Ну, перед тем, как кроить, сначала разложите все. Нет такого стола. На полу кладите. Ну, продумайте раскладку, чтобы потом не плакали большими слезами. Здесь тогда... Смотри, у нас здесь всегда сантиметровый шов. По переднему шву рукава двухшовного. И здесь сантиметра. А вот здесь мы можем по два. Здесь у нас тоже будем пытаться... Ну, вот так не вариант кроить. Правда? Мы можем тогда вот это вот сюда сдвинуть, да? А это попытаться... Ну, в той же самой ситуации. То есть у нас минимальное количество... Здесь, по-моему, сейчас продумаю, все припуски. Здесь как надо делаем припуски. Здесь у нас есть возможность хорошо это все поставить. Потому что мы уже с тобой вот так перемещали. Нам тут... Ну, в принципе... Вот, видишь, не хватает. Вот эти кончики никогда вот так не обрезайте. Всегда делайте вот такую длинную, продолжающуюся по линии. Потому что потом рельефы плохо лежат, не получаются. Хорошо? Значит, это оставляем так же, а это вот так. И теперь только приступаем с тобой к крою. Хорошо? Хорошо. Четко укладываем нашу деталь. Чем-то ее прижимаем. Потом вот так вот обводим полностью ее. Перед тем, как обводить, смотри, я уже поставила вот эти вот стопарики, так называемые. Видишь? Здесь уголок, здесь уголок, здесь уголок замкнуло. Видишь? Вот. Вдруг, если мы ее случайно сместим, вот, то мы ее найдем. Да? Вот эту детальку мы положим так, как надо. Вот мы ее четко-четко обводим. Ставим здесь линию талии. Обязательно вот эту линию проводим. Она для нас крайне важна. Мы еще тут утечки будем делать. А потом чуть поближе идти. Ну, вот эту линию мы вниз проводим, да? Так. А потом от выкройки ровно на 2 см пунктиром, тончайшим пунктиром, обводим все моменты. Почему очень важно, я на это даю, уделяю внимание. Потому что мне надо потом все изменения при примерке внести в выкройку. Все изменения будут зависеть от того, как ты сейчас наводишь припуски, и как ты потом сметываешь или сострачиваешь. Получается у нас отработанная выкройка или нет? Вот сейчас начинаются погрешности, если их допустить. У нас потом выкройка может не получиться отработанная. Поэтому четко обвели. Вот здесь рельеф по 2 см. Здесь кусочек проймы 2 см. Вверху 2 см. На горловине 1 см. И вот этот мне сюда пока не выводи, я потом приду, мы с тобой это сделаем. Хорошо? Только после того, когда намечены вот эти вот все припуски, давай я тебе вот так напишу, 2, 2, 2, 1. Здесь не надо. Только потом ты ставишь вот эту вторую деталь, вот здесь, например. Вот так надо аж на 4 см дать. От этой вот самой выступающей точки. Вот. И только потом поставить ее вот так. Устаканить ее в первую очередь вот здесь по долевой. Будет нарушена долевая, будем переделывать крой. Пере... Ну, короче, стирать и заново намечать. У нас и здесь тоже с тобой тоже должен быть 4 см. Сразу вот так. И посерединке 2 см. Сейчас попробуем. По идее оно должно у нас все четенько получиться. Вот так. Значит, здесь чуть-чуть больше будет. Мне главное, чтобы здесь было 4 см. Правда? Вот. Мы навели и чем-то зажимаем. Там еще может телефонами, чем хотите. Потом вот эту вот обводим 2 см. 2, 2, 2. И вот этот вот мне наведи побольше. А спинку кладешь вот так. Сделай здесь 1,5 см. Вот тут меньше не давайте. Вдруг надо выпустить по среднему шву спинку. Может, нам мало места. Понятно, что за ширину... Давай 2, 2 см выпустим. Вот здесь 1,5 см, потому что у нас мало припусков. Хорошо? На шлице нет ничего, нет. Здесь 1,2 см. 1,2 см. А здесь 1,5 см. Вот эту и вот эту точку. То есть вот здесь. Ну, не главное, чтобы здесь было 1,5 см. Они должны быть, вот эти расстояния, одинаковые. Потому что сколько здесь, столько и здесь. Да? Все. Не знаю, пока это, только потом за верх не возьмемся. Значит, смотри, чтобы нам дальше выложить наш рукав правильно, чтобы мы случайно куда-то не туда его поставили, вот так соединяем оба рукава. Да? Здесь, помнишь, я тебе говорила, что у нас здесь вот эту мы отзеркалим. Как это можно, в принципе, и сразу навести, но вряд ли мы будем сразу срезать. Смотри, вот это наш центр. Центр, да? Центр переда. И вот этот вот центр переда, да, я сейчас надсекну вот так. Надрежу. И вот так давай обязательно надсечку вот эту поставим. А теперь мы вот так переворачиваем. А это там везде сейчас поставишь, да? И теперь мы, смотри, вот так вот. Поставляем сюда вот эту надсечку, но у нас было 5 см, да, линия полузоноса. И мы сейчас вот так вот с тобой делаем. Так? Потому что мы сейчас можем сместить и неправильно наметить вот эту линию полузоноса. просто легким пунктирчиком, да, нам эта линия, ну, ни для чего не нужна. Кроме как вот для вот этого вот. Видишь, я совмещаю сейчас надсечку, вот она, да, центр переда, вот, чтобы вот здесь она совпала. Вот, видишь, вот. И тогда я сейчас могу вывести вот это вот. Да? Вот. Вот оно вот так будет лежать. Вот этот сквоз плеча мы находим, все остальное. Правильно? Таким образом мы его отзеркаливаем. Только я сейчас тебе полностью обвожу реальную выкройку. Мы можем ее вот тут по сантиметру. И вот сюда вот вверх. Так, вот здесь давай сейчас сразу же 2 см отметим. Здесь сантиметр. Но я стараюсь вот так вот сразу никогда его не обрезать. По какой причине? По причине того, что в процессе дублирования могут быть какие-то погрешности. Что-то может вытянуться или еще что-то. То есть я даже вот так вот беру. Смотри, вот так от центра беру и вот так удлиняю. И даже могу на всякий случай здесь вот так еще сантиметр. Мало ли чего. То есть это основная линия вот так. Мало ли чего, может какие-то сдвиги там могут быть. По идее не должно быть, но на всякий случай. Даже сама себе я вот так вот буду делать. А вот теперь мы знаем, насколько нам нужно выше положить наш верхний рукав. Мы должны от этой точки отложить вот так от верхней 4 см. И вот теперь наш припуск придет. И теперь мы кладем с тобой рукав вот к этой точке линии. И вот здесь можно совмещать вот эти точки. Вот здесь относительно. Видишь, как будто бы как долевая. Здесь сантиметрик, здесь сантиметрик. Вот так. Эту часть мы положили ровненько. Теперь чем-то зафиксировали. Вот эту часть. И теперь кладем внутрь наш нижний рукав. Можно там две выкройки обводить, чтобы одна цель точно была верхнего рукава, а другая точно нижнего, чтобы не надо было вот так вот вырезать. И теперь мы его чем-то зажимаем. Что-то еще, что-то там применешь. И вот теперь только обводим. Вот тут мы получаем припуски. Вот здесь у нас, смотри, здесь неровная линия. Она такая плавная. Здесь четыре, здесь два, здесь один вверху. Обязательно. И обязательно вот это вот центр рукава-натечка. Центр рукава, да? А здесь один. Вот это обводим. А потом кладем сюда вот этот наш бочок. Ну, посмотрим тут. Десять, не десять. Вот здесь надо будет найти долевую. Видишь, у нас здесь линия вот какого-то, ну, это линия проймы. Давай мы ее сейчас проведем вниз. И это же будет наша долевая. Помнишь? Хоть-хоть где-то поймать эту долевую. Вот. Вот это теперь у нас долевая. Мы даже можем ее себе подписать. Потому что здесь не прокатит как-то положить ее, да? Ты должна будешь взять, сейчас ты обведешь. И ты должна будешь отсюда вот 10 сантиметров отложить, да? И вот здесь вот эти вот расстояния от края стола отметить, да? Но здесь у нас 39 с половиной. Ну, только учитывая припуски, да? Например, здесь 39. И в этом месте вот эту точку тоже одинаковые должны быть расстояния. Только потом накладываешь, фиксируешь и наводишь припуски. Здесь то же самое будет. Десять, два, два, два. Хорошо? Может быть, надо будет вот так положить, чтобы экономить там место. Ну, посмотришь, как тебе удобнее. Представь, неудобно будет тебе... А на изделие оно хоть туда-хуй туда повернуло, не важно, да? Не важно. Ты же все равно зеркально все с тобой краем. Верхний... Так, по воротнику кладем вот сюда вот к краю стола относительно кромки. Ну, не учитывая кромку, откладываем сюда 2 сантиметра, да? И по среднему шву 2 сантиметра припуск, вверху и внизу по сантиметру, возле горловины, вот тут, где у нас горлышко и лицо, здесь по сантиметру. Я здесь уже дала высоту 10 сантиметров, да? То есть я думаю, что здесь 2-3 вверх не стоит донаращивать, все остальное смотреть. Так, что мы... Дальше по поводу, вот мы засняли наш нижний рукав. Ну, в данном случае мы немножко пренебрегли далевой. Это допустимо, потому что иначе у нас подобно не получилось. Да? Чуть-чуть пренебрегли. Или совмещаем вот эту и вот эту точку относительно далевой. Так же, как и передний рукав. Вот эту и вот эту точку, вот эту и вот эту подалевой. Вот, теперь мы приступаем к крою. Что мы делаем? Мы аккуратно убираем одну деталь, пока одну. Берем наши булавки и параллельно внизу закалываем булавки в районе нашего припуска. Да? Это талия. Проверяем, чтобы везде у нас линия талии была намечена. Не поднимаем булавки. Смотри, что я делаю. Вонзила. Почиркала стол. Вот так обязательно. Почиркала. А потом палец здесь, как ограничитель. Колю, но не колю себя. Да? Дальше выше идешь. Опять вот так. Проколола. Вставила. Да? Не надо рукой подлазить. Не надо какую-то деформацию делать. Только вот это уже надо все полу. Что она может давать какую-то деформацию. Вот вставила. Все. Да? Вот тут у нас срез. Надеюсь, мы будем резать. По поводу вот этой линии. То, что я у тебя увидела. Эта линия груди. Мы ее просто сейчас плавим. Вот так надо будет срезать. Будешь сейчас срезать по вот этой линии. Вот. Вот она. Да? Вот. Я тебя не заметила. Еще мне здесь надо, чтобы ты поставила центр груди. Вот так недопустимо. По какой из линий мне ставить талию? Очень четко и очень тонкой линией. На воде всегда линию талии. И линию центра груди. Обязательно мне нужна. Пускай чем больше у нас будет вот этих вот точек, тем лучше у нас будет крой и все остальное. Но всегда старайтесь очень тонкими линиями. И линия должна быть на всем протяжении одинаковая. Что в начале, что в конце. Потому что на самом деле мы же надсечку будем с тобой делать вот здесь, а не вот здесь. Да? Смотри, это очень важно. Здесь приставляем эту выкройку. И в итоге, да, оно должно быть на одном уровне. И здесь тоже ставим вот эту вот надсечку. Только 2-3 миллиметра. Теперь весь крой ты таким образом прокалываешь. Да? Здесь, 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 здесь. Да, чтобы у тебя максимальное количество было булавок удерживающих. Потому что мы сразу будем без раскалывания, после раскроя, подкраивать дублерин. Покажу уже, как мы это будем делать. Да? Все параллельно низу. Понятно? Все. Вот эти все детали накалываешь, а я потом тебе говорю. Люди приговаривают, что хотелось бы карманы. У нас есть несколько там вариантов. Можно накладной карман делать, но, опять же, я рекомендую вот этот вот еще воротник, кроить. Потом, когда после примерки, даже нижний, мы делаем гуляж, мы его приготовим, смотрим, вообще высоту стойки нас вообще устраивает. А если у нас в рельефе без листочки, то мы должны будем дать максимальное количество вот так вот припуска, чтобы у нас был цельно выкроенный подборд. Вот, и мы режем здесь тогда вот так вот. Вот я тебе показываю. Это же передняя половинка, засними вот здесь у меня. Засними вот. Это передняя половинка. Вот, вот тут у нас идет рельеф. Где передней половинки, вот тут вот, когда мы руку всовываем, должен быть цельно выкроенный подборд. Для того, чтобы когда вот так мы руку засовываем, или как-то оно топылилось вдруг, когда-нибудь с ними пополнеем, то, чтобы не было видно сразу подкладку, там должен быть цельно выкроенный подзор. Но мы же его можем делать не на полностью на всю, а на половину. А мы не на полностью делаем, у нас даже по технологии не все есть, что нам надо на самом деле. У нас тут минимальное количество припусков, поэтому я вот тебе и прорисовала эту линию. Тогда у нас получается эта часть без припуска, мы без двух сантиметров будем резать, если я тут резать и нарисовала. Господи, я тут тебе, да, извини, заехала на линию, да, вот так, а здесь вот так, да, 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 вот так вот, да. Вот, вот, вот этот кусочек у меня как бы два сантиметра, в принципе, в какой-то степени достаточно подзора, но нам же надо будет подкладку сюда протачивать, хотя бы за 0,5, то есть всего полтора сантиметра подзора очень мало, да, то есть вот так вот. Давай не будем делать эти карманы тогда. Мы вот это сейчас все равно вот так вырежем, хорошо, а на примерке мы будем решать, какие будут карманы, там, в рельефе с листочкой, накладной или это все потом. Но мы предвосхищаем какие-то события и хотя бы вот это делаем, да, все вырезаем. Немножко неправильно сказала здесь по поводу вот этого вот момента, смотри, что именно неправильно сказала. Хорошо, что мы вот это предохранились, дали, видимо, я по какой-то своей чуйке там вспомнила, что предохранились, взяли. Но мы-то подкраиваем подборт от этой точки, не от середины, а от края сгиба, да, то есть это должно быть вот так подкраиваться подборт, правильно? Но у нас тут других вариантов нет, мы не можем отдельно кроить подборт, у нас нету количества ткани, да. Поэтому мы с тобой, что мы будем делать? Мы вот так вот ее, как мы планировали, мы вот так вырезаем, вот по вот этой линии, ставлю вот эти вот фруктиры, вот так вот, по этой линии мы будем вырезать с тобой. И у нас будет частично наш подборт вот в этом месте, например, со швом. Но только подборт, не основная ткань, не переживай. Вот это подборт. И мы обязательно на выкройке отмеряем вот этот вот подборт, потому что эта линия нам нужна для подкраивания подкладки. То есть мы сейчас по 12 сантиметров. Вот вырезанная нами деталь, мы ее максимум, что мы делаем, это вот так вот в один раз согнули, или лучше вообще не сгибать. И положили на стол. Ни в коем случае, через стул не перегибаем, потому что горловина и вот эта вот линия рельефа по переду может растянуться. Там будут сейчас следующие нюансы. Вы хотите хорошее качество, значит нужно в связи с этим очень многие моменты делать. Значит, есть возможность не сгибать, давай не будем сгибать, хорошо? Потому что ткань может, ну, перегиб какой-то сзади. Все вырезаем и все вот так друг на дружку складываем, хорошо? Смотри, это наша передняя половинка, наша выкройка. Мы под борт, вот по передней половинке, уже подкраили, да? Вот от этой точки, вот сюда 12 сантиметров мы вот так откладывали, да? Единственное, мы вот еще вот эту часть будем отдельно докраивать. Но мы специально вот эту линию сюда на выкройку перенесли. Потому что мы сейчас будем подкраивать подкладку, да? У нас она на синтепоне. Поэтому вот такой защип вот в этом месте, вот так вот, как иногда мы делаем на более легкой одежде, там на жакете, ну, естественно, все без синтепона не прокатит. Потому что у нас своя, собственно, красивая, хорошая грудь, которая должно все облегать и нигде ничего тянуть не должно быть. Тем более у нас такое, ну, полуприлегающее пальто, подчеркивающее всю красоту фигуры, да? Поэтому мы что с тобой делаем? Вот тут у нас есть выточка, да? Вот эту часть мы можем, в принципе, даже в какой-то степени проигнорировать пока. Да? Мы будем сейчас только талиевую часть переносить. То есть вот от подборта, вот видите, вот эта линия ровная подборта. Я вот эту выточку сантиметр забрала вот здесь по дну, в районе подборта и здесь, где у нас с тобой боковой. Это подкладка, написала подкладка, подкладка, да? Чтобы вот эту вот устранить. Потому что мы же не можем вот эту полностью раскрыть, а потом вот такой маленький кусочек раскрыть. Ну, что это будет? Зачем? Мы сейчас его просто цельно раскроим, вот так вот, да? Вот мы уже размоделировали нашу выточку. Теперь мы вот это будем сейчас выкраивать по вот этой линии, вот полностью потом, прострачивая вот эту. Значит, вот так мы полностью по этой линии подкраиваем. Потом, какие здесь припуски? В обязательном порядке. Вот здесь мы ставим на подкладке, да, вот эту часть. Припуск, ну, вообще должны были бы как бы полтора сантиметра. Почему? Потому что вот здесь, поскольку у нас пальто и у нас подкладка на синтепоне, мы обязаны подборд окантовать, там, ну, от 0,5 до сантиметра окантовкой. И потом подкладываем вот так нашу подкладку и вот так вот настрачиваем, да, на вот эту вот окантовку, которая вот была, да? Как наложение будет. Да, ну, как под низ. Ну, мы это еще все покажем, это самое, все еще будет, это видео, все. Значит, что? Вот смотри, вот эта вот линия, которая вот идет здесь, да? Вот мы представили, что как будто мы ее на 0,7 ее окантовали, да? И теперь нам нужно минимум 0,5, чтобы был еще припуск от вот этой вот прострочки, да? То есть вот, чтобы вдруг там какие-то погрешности, то давай на всякий случай мы просто от этой линии ровно 2 сантиметра дадим припуск и не будем париться по этому поводу, да? Вот. Значит, все. Теперь мы ее кладем. И смотрите, вообще, конечно, наша подкладка должна быть, ну, минимум там на 2 сантиметра меньше, скажем так, по боку, по задней половинке, но четко встык вот здесь по переду, да? А потом она чуть повышается. Ну, чтобы вот с этими моментами могут быть какие-то там сложности, лучше не парьтесь, дайте вот сюда вниз такой же припуск, как давали вот в пальто, которое вот мы краили и все. И можно не париться по этому поводу. Значит, что мы делаем? Откладываем здесь сейчас 10 сантиметров, проводим линию, ну, тоже под прямым углом более или менее стараемся. Вот. И кладем вот эту детальку. Здесь у нас 2 сантиметра, да? Здесь то, ну, вот боковой у нас 2 сантиметра, только от этой линии, потому что мы подкладку краем, да? Здесь 2 сантиметра. Потом мы аккуратненько сюда приставляем вот эту вот переднюю половинку. и ее обрисовываем по вот этой вот линии, вот она, да? А как мы вырезаем тогда вот здесь? Не надо вырезать. Ну, можно вырезать, я тебе покажу, легко можно. Мы булавочками сейчас наколем и перенесем. Вот. И вот так ее вот до сюда переносим, да? Вот это вот все вот так обводим и потом сострочим вот эту нагрудную вытачку, а вот эту вот складку, которая здесь очень большая будет, мы ее потом... Ну, нет, он снимает, он снимает. Вот эту складку, которая здесь будет большая, мы ее сострочим и потом срежем. Но это уже после первой примерки, да? Так, значит, вот сейчас мы с тобой накладываем здесь 10 сантиметров и ставим вот этот вот припуск, вот этот подбор сейчас подкраиваем. Хорошо? А потом сейчас все остальное. Так, значит, что мы сделали? Вот так плотняк поставили, да? Вот, все совместили, вот это же. А теперь берем булавку и вот так уж прокалываем, да? Ну, сейчас по булавкам все это дело переснимем. Вот так, видишь? Чем? Нам вот это обрисовывать не надо здесь совершенно. Просто прокалываем, потом соединим эти все точки, да и все. Да? Вот так вот. Сейчас я тебе все покажу. Смотри, еще какой момент, вот сейчас я дойду до верха, покажу тебе по поводу плеча и подплечника. Что я за мнение имею по этому поводу. Чтобы если уж совсем точно подкраивать наш подборт. Потому что мы сейчас много времени тратим на подкройку всего, но зато потом у нас будет практически очень быстрая и идеальная примерка. Скорее всего, даже что одна. Смотри, вот здесь вот так линию ставим. Смотри, вот здесь у нас слово подплечник даже стоит. Но на подкладке нам подплечник не нужен, правда? Потому что подплечник будет сверху, а под подплечником будет подкладка. Зачем нам тут увеличивать вот эту вот вещь, да? Значит, тогда плечо вот здесь будет вот такое, да? И здесь тогда мы его тоже вот так вот сейчас за огнем. Вот так вот, да? Вот так вот давай. Тогда мы точно-точно сможем с тобой брать и сострачивать сразу на 2 сантиметра. Я даже думаю, что скорее всего, что мы будем все сострачивать. Сейчас еще подумаю, хорошо. Да? И мы сейчас соединяем с тобой вот эту точку, да? И вот эту точку, да? Там уже. Вот. А вот это мы сострочим, да? Даже можно будет вот так даже сделать. А вот мы накололи, да? Вот эту вот всю часть. А теперь смотри. Вот здесь я ставлю вот эту вот линию, да? Поднимаю вот так и прям по булавочке рисую. Опять поднимаю и по булавке рисую. Как классно. Ничего нет. Вообще не сподобно. Так. Только смотри, сразу не подними все, а то потом будешь опять заново накололить. Видишь, я его как, видишь, вот. Ага. Вот видишь, расслабилась. Так. Теперь смотри, вот так вот. Аккуратно я его калачик такой скручиваю. Только четко по линии самой. Угу, да? Калачки. Вот она. Смотришь. Ой, ой, ой. О. Все. А там мы уже все повынимаем. Вот мы линию все перенесли. Вот здесь, да, у нас. Такая вот ровненькая на каком-то расстоянии. А здесь вот так вот ее от руки вырисовываешь. И помнишь, что нам надо сделать? От нее еще 2 сантиметра припуска навести. Да? В обязательном порядке. О. И вот сюда давай сейчас пунктиром 2 сантиметра. И вот мы сейчас полностью сделали с тобой подборт. Потому что мы не можем мерить наше пальто без подкладки. А от нее во внутрь 2 сантиметра, а не сюда? А то мы уменьшим нашу деталь. Мы уменьшим нашу деталь. А так нам же надо, ну, за что-то застрочить, настрочить. Ну, сейчас тебе может быть тут сбух, и не совсем это понятно. Значит, еще раз будем просматривать видео. Вот оно. Как мы вот сюда добавляем. Мы тогда съедаем часть подкладки. Нам нужно вот в эту сторону. Мы же будем подставлять и настрачивать вот здесь. Да? Вот. Вот сейчас берешь, и вот здесь по 2 сантиметра делаешь припуски. Здесь мы с тобой рисуем вот так. Да? Вот так. И здесь 2 сантиметра добавляем. И мерять мы будем только с подкладкой на синтепоне. Нельзя по-другому мерить пальто. Ну, не увидишь всего. Если без синтепона померяешь, непонятно будет, что там, да где там, да как там. Ну, и здесь у нас по пройме тоже с тобой вот так 2 сантиметра припуск, да? Поэтому вот это вот пускай вот такое вот. Давай вот здесь сейчас вот это дело, и дальше мы снимаем. Хорошо? Вот, смотри. Вот эту переднюю часть мы сделали. Давай мы ее вообще уберем и отложим, чтобы мы даже вдруг случайно ее не наложили. И давай. И дублирующую ее вот эту вот деталь. Вот этот перед мы убираем, да? Вместе с вот этой выкройкой. Да? И где-то тут еще должен быть наш бачок. Вот он, да? Вот этот наш бачок, который мы только что подкраили. Мы его убираем и забываем, да? А теперь со всем остальным мы сейчас с тобой будем дальше подкраивать. То есть, в принципе, перед мы уже подкладку подкраили, да? Нам остается задняя половинка, вот я ее укладно раскрываю. Рельеф по задней половинке, вот он, да? Нижний рукав и верхний рукав. А может мы рукав не будем делать на теплость? Вот я как раз хотела тебе это поговорить. Вообще делается теплым только верхний рукав. А нижний синтепон не ставится. Там ставится только подкладка, иначе очень неудобно. Это же не меховая вещь. Вот. А есть у нас еще такая ткань, ну вот такого черного цвета, чтобы мы могли поставить без синтепона. Ну, смотри. В данном случае, на самом деле, у нас очень тонкий здесь утеплитель. Очень тонкий, и они, знаешь, что еще делают? Они ставят вот здесь самый тонкий синтепон, а сверху вот тут еще, видишь, этим флизелинчиком, да, чтобы оно там не цеплялось, ничего. Я думаю, что данный флизелин, ну, господи, не флизелин, а данный утеплитель можно и на нижний ставить. Он тонкий. Это не такое вот, что вот так вот там оно торчит, и мы там не настрачиваем клубы, цветы, листопады и все остальное. Я считаю, здесь можно ставить на нижний слой. Если не хочешь, не поставим, ради бога. Хорошо. Нет, значит, нет. Так, значит, что мы дальше делаем? Так, скажешь. Затянется тогда наша с тобой самая... А здесь неделю продаются у тебя тканы. Ты сейчас бегала и купила. Сейчас мы это обсудим. Давай дальше. Так, значит, ближайший тукалинок, может быть, здесь есть в швее, но не знаю. Там может быть, может быть. Так, давайте смотреть, чего нам нужно дальше сделать. Так, вот этот нижний рукав, тогда под вопросом. Тогда нам нужно сейчас вот эту заднюю часть, да? Но мы ее должны сделать с тобой здесь со складочкой. Хотя бы маленькой, но складочкой, потому что будет очень плохо. Если у нас, ну, я думаю, что вряд ли оно там будет расходиться там в спинке, или еще какие-то моменты. Даже не маленькой. Почему маленькой? Нормально. У нас уже настроченный синтепон, понимаешь? Здесь, если бы не было на строчке вот этот, на синтепон, мы бы отдельно краили сначала подкладку, закладывали на ней складочку, а только потом накладывали подкладку на синтепон, и накалывали, и сострачивали, понимаешь? Но складка бы на подкладке в обязательном порядке была бы. В обязательном порядке. У нас здесь немножко другая с тобой ситуация. У нас все-таки оно плотное, чтобы я тебе горб сзади не сделала, понимаешь, этой складкой. Смотрите вот на эти моменты нюансы. Смотри, я сейчас вот так ее ставлю, и давай где-то хотя бы, ну, в среднем она вот здесь, эта складка делается, ну, хотя бы 4 сантиметра, чтобы она здесь была. Вот здесь у нас с тобой припуск полтора, да, в итоге был. Вот, смотри, полтора и два с половиной как раз получается. Сейчас, где-то вот все. Сейчас. И вот фактически, ага, мы можем здесь еще и с тобой положить вот этот вот. У нас же тут все с припусками. Нам нужно только вот эту часть и все. Больше ничего не надо. Вот, смотри, у нас все очень хорошо ложится, замечательным образом. Вот, там дальше, причем это все в два слоя, да? Вот это у нас передняя сторона, вот это уже задняя пошла. Вот у нас сверху 100% должен получиться наш рукав. Как мы туда дальше подвинем? Ну, и сейчас решим, что мы будем делать с нижним рукавом. Хорошо? Паузу. Так, вот смотри, вот это по задней половинке, да? Ну, вот это рельеф, ну, вот так, смотри. Как узнать здесь, чтобы была хорошая четкая долева? Вот оно у нас все сколотое. Вот это специально. И берешь за низ вот так. Ну, если что, просматриваем видео, когда мы кроили верхнюю часть нашего пальто из пальтовой ткани. Здесь тоже был прямой угол, помнишь? И мы вот так вот берем и тащим, вот нам долевая и пришла. Здесь-то уже с припусками все, понимаешь? Тут уже нам даже по этому поводу здесь вообще париться-то не надо. А здесь я тебе сказала, что вот тут полтора сантиметра припуск, а все остальное мы дадим на складку. Но на самом деле можно даже чуть-чуть меньше. Я считаю, не нужна там такая большая. Тем более мы не можем отсоединить синтепон от нашей подкладки, понимаешь? У нас не жизнь такая, что мы там борьбой занимаемся или еще что-то. У нас хорошая, красивая женская жизнь, правда? Поэтому я думаю, что вот так вот предостаточно сантиметра три эту складочку делу. Все было отлично, на рукав публиковал. Я сейчас его буду. Вот теперь вот так вот. Ну я тут не вижу смысла сильно там прям экономить. Ну хочешь экономить вот так вот. Складываешь вот так, чтобы тебе проще и легче было резать там. Еще проверку, так вот, да? Я обрисовываю. Да, только обязательно чем-то зажимаешь. И сильно сначала наводишь вот эти вот стопарики, хорошо? Вот прям вот так. Да, да. Вот тут как я обрисовываю. А вот так как есть, хорошо? Вот тут можешь относительно этой линии, мы от нее на полтора сантиметра здесь нарисуем вот эту. И я тебе покажу там, как оно там будет. Короче, ту сторону я пока не трогаю. Все, закрываю видео, да? Да. Вот мы от вот этого вот, вот это наша четкая обводка задней половинки. Ну, здесь средний шов спинки. Да, и теперь от этой линии мы отложили сюда полтора, получили четкую линию. Да, теперь от верха откладываем сюда вниз 8 сантиметров для того, чтобы здесь еще у нас будет обтачка, на которую будет настрачиваться вот эта подкладка. Мы там еще покажем. Вот, тогда мы делаем вот такую вот линию. Вот строчить мы будем по вот этой полосе. Видишь, я тебе вот надсечки ставлю, да? Ну, не надсечки, а мечу, помечаю таким образом. И здесь наша линия, она будет идти вот так. Вот так вот. Раз, вот так. Да? Вот так вот, прострочка вот в эту сторону. Здесь мы ничего не строчим. Единственный минус, конечно, то, что мы, конечно, здесь рисуем все на лице. Она будет вот эти все линии переносить наизнанку с тобой. Потому что нам очень неудобно было с той стороны кроить из-за вот этой вот кромки. Поэтому мы все кроим сейчас на лице, а потом это сейчас все то же самое. Вот засними вот эту вот. И выточку нам нужно будет тоже с тобой переносить наизнанку, а потом сострачивать. Правда? Просто нам было вот тут из-за вот этого вот синтепона, который здесь выступал, мы пытались экономить, поэтому его не срезали, поэтому вот так сейчас кроим. А вообще нам нужно было это все кроить наизнанке, как обычно. Но наизнанке тут не порисуешь? Да порисуешь все. Просто мы хотели с тобой экономить вот эту вот часть этой вот подкладки. Ну так все равно мы могли сэкономить, даже если перевернули бы, отступили и все. Мы же с тобой хотели вот это вот сэкономить, вот это вот, подпарывать вот эти вот прострочки и этой же тканью окантовывать наш подборд. А потом решили, что мы купим, подберем по цвету и купим окантовку, помнишь? Поэтому у нас еще сейчас, то есть вот это все линии нужно будет тебе наизнанку потом перенести. Вот так, да? Вот эта вот часть. А теперь смотри, вот здесь, где у нас талия, и я сейчас еще сейчас посмотрю, где у нас находится сейчас уровень подмышки. Я сейчас совмещаю вот эти две надсечки, то есть линию талии. Вот наша подмышка, вот она, да? Где-то сантиметров минимум на 5, вот от подмышки, у вас заканчивается вот эта вот линия. И ты теперь вот так вот прострачиваешь, вот так вот, раз, и в эту линию въезжаешь, вот так вот, да? Вот я тебе ее рисую, вот так вот, да? И дальше мы пойдем ее строчить. А это наш, как бы, ну, на свободу движения, чтобы мы могли в пальто нормально там все остальное делать, да? То есть вот эта линия прострочки. Теперь смотри, ты будешь заниматься тем, что переносить это все наизнанку? Или мы сейчас перевернем все наизнанку, и нормально, я это спрошу у тебя, и будем кроить все поизнанке, не перенося сейчас наизнанку эти все моменты? Все равно. Ну, паузу нажимаем. Все-таки мы решили частично там переносить наш крой наизнанку, то есть кроить поизнанке вот этого подкладки. Значит, мы сейчас вырезаем одну деталь, вот так вот, одну деталь, одну. Вот так вот, да? Только здесь два сантиметра мне сделали. Вот тут вот, залезть на синтепон, и вот так вот по крайним точкам, вот так вот. Сейчас обрежешь одну деталь, а потом вот эту вот одну деталь, вот так вот. Срежешь. И мы заново наметим нашу спинку. Так, вот одна половинка переда, одна половинка заднего рельефа. И теперь мы скалываем с тобой, вот мы положили их, да? У нас же вот тут как бы, как доливая идет, да, якобы. Вот, и вот так вот, смотри, вонзила булавку, наколола. Не надо в руку поднимать. Вот так поставила, подчеркала мне стол и вот так вот заколола. Не поднимая ни в коем случае, и вот тут то же самое, раз, тут не надо сильно часто, где-то через каждые там 20 сантиметров вот так поставишь, не поднимая, в обязательном порядке, иначе идет погрешность. У нас будут не зеркальные, не зеркальные детальки, хорошо? Вот так, не поднимаешь вот туда руку, не засовываешь, не надо так делать, никогда, чтобы ты не краёв. Хорошо? Хорошо. Давай. Раз мы уже стали так краить, то уже ладно. Смотри, вот здесь ни в коем случае нельзя вырезать, потому что здесь уже подкладка на синтепоне. Здесь я вырезала, потому что мы будем это срезать, чтобы сильно толсто будет, хорошо? И вот здесь я сейчас тебе вот так вот срежу, вот этот вот кусочек. Это у нас деталь. Это задняя половинка, а это средний шов со сгибом, здесь обязательно мы формируем с тобой вот эту вот складку. И здесь мы тоже убрали сантиметр с плеча, потому что у нас на синтепоне нам не нужно тут добавлять на подплечник и все остальное. Можно это делать, но если вы это либо делаете с передней и задней половинки, либо вы это не делаете, хорошо? Так, значит, здесь ты по вот этой линии сейчас срежешь, это ни в коем случае не вырезайте, ни в коем случае. Была бы у нас простая подкладка, мы бы с тобой просто бы заутюжили это и тут бы ничего не снимали. Просто здесь как по-другому не получится. Ну, сейчас вот так вот. Вот если бы вот этой линии, ну вот так вот все срезаешь, хорошо? Мы с тобой сейчас будем одевать подкладку на пальто, нам нужно застрочить нашу нагрудную выточку. Вот я поярче налила, ой господи, навела вот эти вот линии. И давай, чтобы для простоты и для четкости, давай мы среднюю линию сразу проведем. Легче будет ее заложить, сложить. Вот четко мы будем сейчас с тобой складывать, например, по средней линии и все. Будет очень легко. Но вы ее все равно сначала проведите, эту линию. Мы сейчас тут, смотри, и наведем, и сейчас отобьем на вторую сторону, чтобы не надо было на второй стороне то же самое рисовать. Мы сейчас с тобой ее вот так вот. О, да? И вот смотри, сейчас берем вторую часть нашу. О, здесь еще спинка не собрана. Так, и вот так вот положим. Но лучше перебивать вниз, класть то, куда мы будем перебивать, лучше ложить вниз. Так, вот так вот. Только четко-четко все припуски уравниваем, потому что мы же все очень четко с тобой делали. У нас все детальки одинаковые. Так, и вот так кулачком именно. Так. Вот, видишь? А это специально, это центр груди. Это, если что, куда тебе на нет сводить вот эту вот выточку. Да? Вот так вот сейчас мы ее... Тут бесполезно наизнанку ее переводить. Здесь вряд ли что там увидим. Ну, может быть, конечно, увидим, но... Впрочем, мне кажется... Тяжело. Я там отмечала дорожку. Ну, вот, видишь, ее очень сложно там ту дорожку отметить. Рекомендуйте все-таки, наверное, по вот этой линии сгибать. Смотри, теперь надо же ее как-то перенести. Одну и вторую. Мало того, что мы сейчас сделаем здесь надсечки, вот таким образом мы ее перенесем. Вот так вот. Так, закалываем. Мы сейчас с тобой поступим так. Хотя я тебе сейчас максимальное количество заданий дам. Я прощу. Хорошо? Чтобы мы не тратили время. Что-то дома сделаешь. Вот. И теперь вот эту вот линию, среднюю линию. Да? Вот так. В общем-то... Сейчас я посмотрю. Может быть, можно и не откалываем булавки, но потом будет очень сложно вот эти достать. Может быть, эти можно не откалывать, а вот эти сейчас мы перенесем и отколем. Ну, или обе там линии сейчас перенесем. Вот у нас по предыдущему видео было комментарий, вот девушка оставляла. Говорит, все, говорит, очень хорошо. Говорит, все доступно, понятно, рассказывайте. Но вот видео хотелось бы получше. А я пишу в комментарии, что практически, ну, очень сложно. Вот сейчас Свете надо будет и запоминать, и снимать. И, ну, еще, ну, оно, в принципе, удобоваримое, это качество съемки. Потому что мы можем вообще не снимать. Ну, тогда и нам второе пальто будет сложнее шить, по видео легче. Ну, пока нет у нас профессионального видеооператора. Если кто-то изъявит желание, мы с удовольствием его возьмем к себе. Так, значит, что мы теперь делаем? Давай переворачиваем и вот так вот находим, где он... Ага, вот смотри, вот этот перекресток. Смотри, что я делаю. Я беру и рисую по булавкам. Не вот так линию рядом, а по булавкам рисую. Вот гораздо же легче. И оно никуда не девается, вот эта линия. И к тому же, я еще тебе вот тут еще и надсечки поставила. Вот они. Да, вот он. Никуда мы точно вбок, вправо, влево не отойдем от этих линий. Вот, вот сразу же. Только тоже тонким мылом рисуйте. Чисто вот по... Вот этим наколотым булавкам. Да? А теперь, можешь, знаешь, как вот так. Вот это, значит, линия перегиба. Да, что эту надо сгибать по вот этой линии, а не вот этой линии, чтобы как-то там деформацию какую-то делать. Правильно? Середина? Середина, да? Отлично. Вот это вот убираем. Да? И теперь вот так вот скалываем. Вот так. Оп. Только старайтесь, наверное, скалывать от центра груди. Не от этой стороны, а от центра, потому что иначе можете попасть на какую-то погрешность. Вот смотри, например, вот этот вот участок. Он уже начинает заворачиваться, круглиться. Вот по вот этой вот линии, которую я пересекла, она у нас является центром. Вот смотри, как надо делать. Видишь, я ее как изгибаю. Иначе она по-другому не ложится. Можно было бы тут ее сейчас вообще вырезать, эту выточку, и по сантиметру дать припуске. Она, конечно, легче будет обрабатываться. Но у нас-то первая примерка. И мы еще плечевое изделие тебе не мерили. Может быть, ее надо будет подвинуть. Может, рельеф в центр груди куда-то перейдет. Я бы сейчас тебе не рекомендовала ее разрезать. Да, и вот так мы ее, вот смотри, такое впечатление, как будто я здесь припосаживаю относительно вот этого вот закругления с той стороны. Просто вот иначе будет либо посадка, либо еще что-то. То есть смотри, вот аккуратно с этим. И потом будешь строчить вот так вот, по вот этой линии. Сейчас это конца наколю тебе. Еще раз помогу тебе навести вот эту линию. Так, раз. Ну и вот. Видишь, я к центру, к центру, к центру пришла. Вот, видишь, вот эта надсечка, видишь, совпала вот с этой линией. Видишь? Все великолепно. Вот. И теперь мы с тобой, видишь, она какая вогнутая? Видишь, она даже не лежит ровно. Потому что это нагрудная выточка. У нас тут прообраз рельефа с тобой. Так, чтобы точно мы ровно прошли, нам нужно с тобой вот так вот. И вот так вот закрепка. И на нет сводишь. Но в конце выточки не делаешь закрепку. Оставляешь мне 10-15 см ниток. Мы, когда выточки на нет сводим, мы не делаем закрепки. Мы их завязываем и потом управляем между тканями. Я тебе еще дополнительно покажу. Вот так вторую сторону тебе нужно будет делать. Вот, теперь пауза. Пауза средний шов спинки. Мы специально его сделали таким, чтобы у нас не было сильно большой плотной складки. Потому что, когда синтепон есть и отдельно подкладка, мы немножко по-другому обрабатываем. Будет отдельное видео, смотрите на ютубе. А здесь у нас уже соединенный синтепон с подкладкой. У нас здесь просто другого выбора нет, как это делать. Вот смотрите как. Там изначальный крой мы показывали. Сейчас мы вот соединяем по припускам вот здесь. Вспоминаем, что мы, по-моему, здесь вы делали по полтора сантиметра припуски. Да? Или по два? По-моему, полтора. Полтора. Ну, по-моему, тоже я тут так смотрю, что ближе к полуторам. Ну, один и восемь вообще у тебя, естественно. Нет, тут полтора. Значит, по полтора все-таки. Да, тогда вот так вот соединяем. Сейчас накалываем вот эти булавки. Просто мы обязаны здесь были все равно закладывать вот эту складку. Потому что часто вы видели много одежды такой, особенно в мужских пиджаках. Я вообще не понимаю. Производители, которые или вообще не делают складку, или делают, экономят, видимо, подкладку, сострачивают, делают шов и делают какую-то такую складку сантиметр или два, которая вообще, она еще больше в этом шве разлазится, расходится, и приходят в ателье и меняют подкладку. Ну, тут же, ну, нельзя допускать такую технологию. Просто уволить этого конструктора или закройщика, который так экономит на задней половинке ткань таким образом. Ужасно. Так. Значит, теперь вот так скалываем. И сейчас я намечу тебе линию, по которой, ну, можно сметать, можно прострочить. Я думаю, здесь спокойно можно будет прострочить. Вот. Рельефы мы там еще посмотрим чего-то как. А средний шов спинки, скорее всего, что он таким и останется. Здесь у нас прогиб по спинке есть. Но это смотрите там в предыдущем видео крое. Вот. А вот так вот. И здесь вот у нас с тобой по полтора сантиметра. Вот здесь. Сейчас я тебе нарисую. Так, полтора. Так, потоньше мылом, конечно, пасты. Все видно. Только это, ну, ладно, да. Ага, вот так вот. Вот тут полтора. И вот здесь вот так полтора. Или у тебя на машинке есть вот это деление, где можно будет... Сейчас я тебе выведу эту линию. Вот так вот полтора. Мы тут просто соединяем и до низа ее ведем. И как обычно, закрепка-закрепка. Но сейчас я тебе покажу, откуда-докуда надо будет строчить. Вот. А здесь я закладывала вот такого типа линию. Она здесь на самом деле прямая. Идет она вот так. Так вот. По-моему, нужно было найти. У тебя выкройка есть с собой? Ага. Сейчас перепроверим. Вот. Вот так линия эта идет. И мы вот здесь... Ну, вот, в принципе, ответ на наш вопрос. Вот здесь мы с тобой идем вот так на полтора. Здесь у нас закрепка в этом месте. Да? Полтора. И здесь вот так вот. Вот так вот тоже закрепка. Вот так мы сострачиваем. Смотри, как нам поставить надсечку, если у нас с тобой уже выкройка есть? Смотри, вот здесь у нас было точно два сантиметра припуск. А здесь сантиметр. Да? А здесь у нас один. Да? Мы делали в итоге один, потому что нам не нужен подплечник сзади. Да? Вот тут два. Один. Здесь, смотри, тоже очень хорошо ложится выкройка. Вот, мы ее вот тут верхней частью установили. А теперь вот, пожалуйста, наша линия талии. Вот она. Вот и делаем здесь надсечку. Хорошо? Восстанавливаем. А почему? Еще раз мы... Вот, закрепка, 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 поехала, закрепка. Сейчас мы это сделаем. Ну, выточки тебе надо будет сделать, рукава сделать. И принести хэбэшку. Ну, хэбэшку. Мы не из реальной ткани будем делать тебе стойку на пальто. А мы пока ее высоту узнаем, потому что у нас там совсем чуть-чуть ткани оставалось, чтобы сразу все промерить. И можно из простыни, например, выкрыть. Ничего страшного, она постоит. Мы там все увидим, что нам надо увидеть. И все. Хорошо? Хорошо? Да. Смотри, вот мы раскладываем нашу переднюю половинку. И я рекомендую сейчас на первую примерку, да и вообще, мы будем дублировать с тобой только подбор, только верхний, нижний воротник. Если был бы лацкан, то лацкан тоже бы. Потом подбор бы. Почему это не уходится? Ну, мы не уравнивали с тобой. Вот у нас с тобой линия прямого угла. Мы просто ее с тобой не срезали. Мы можем срезать. То есть, тут смотри сама. Можешь даже сейчас ее срезать, чтобы она тебе глаза не мылила, не мешала. Смотрите, мы до сих пор не раскололи наши половинки. Спицы Ально. Смотри. И что мы делаем? Вот мы даже положили на утюжильный стол. И у нас же здесь была прямая линия. Давай мы посмотрим, насколько она у нас сейчас прямая. Да? Перепроверяем. А теперь берем наш дублерин. Именно дублерин. Такой, конечно, вы жесткости возьмете я не в курсе. Потому что, может быть, оно не сильно может быть видно сейчас на видео. Ну, такой вот средней жесткости. Обязательно перед тем, как покупать дублерин или флизелин. Извините, конечно, продавцы и производители. Ну, залазите вовнутрь этого рулона очень аккуратно. И вот так вот проминаете. И вот так движение такое делаете и смотрите. Если клей на руках остался, не берем такой дублерин и флизелин. С флизелином, пожалуйста, помягче себя ведите. Потому что можете протрать дырку. Хорошо? Но обязательно вот это движение и смотрим. Если клей на руках нет, значит покупать можно. Если есть, мы не покупаем. Нам нужно с тобой просто раскрыть сейчас. Вот этот вот клочек вот такой вот. Мы дублерин кладем по продольной, как по долевой или как мы его кладем? Да, лучше ложить его по долевой. Сейчас это долевая? Это сейчас долевая, да. Это долевая. Вот так поперечно. Но тут все равно, на самом деле. В данном дублерине все равно она и та, и та не тянется. И мы с тобой сейчас вот так вот, в общем-то, положили. Нам нужно просто пока сейчас прямая. Чтобы мы потом уже в дальнейшем этим не занимались. Мы сейчас продублируем. И потом будем делать стяжки и собирать на примерку. И подкладку на синтепоне. Это потом. Все потом. Сейчас нам пока надо сделать первую примерку, убедиться, что все окей. На первую примерку нам надо с тобой подплечник. Которым я забыла тебе сказать, что я купила. Так, значит, что мы делаем? Вот этот вот кусок мы вырезаем. Но в обязательном порядке, пожалуйста, дай в ширину по 3 сантиметра длиннее. Ну, или на 5 сантиметров длиннее. И, то есть, в длину на 5 сантиметров длиннее. И в ширину тоже хотя бы сантиметра 3. Потому что вот, скорее всего, что этот дублерин не должен дать усадку. А другой может дать очень сильную усадку. Поэтому мы с тобой сейчас вот так вот вырезаем. Мне нужны 2 детали. Да? 2 детали. И мы потом его намочим. Пойдем в ванную. Намочим его тепленькой водичкой. Отожмем. Да? Вот так вот. И сюда положим и будем дублировать. Хорошо? Но перед тем, как вот это срежь, чтобы ни тебе, ни мне не мозолило глаз. И мы видели баланс передней и задней половинки. Хорошо? Это вот очень важно. Вот мы с тобой намочили. Вот он мокрый. Этот дублерин. Подключаем наш утюг. Утюг можно и почти на тройку ставить. Ну, максимальный жалко. Я не упирала там. Вот и не надо. Подожди. Сейчас все пошагово расскажу, что нужно делать. Ну, можно 2,5 поставить. В принципе, нам сейчас пар не нужен. Он уже сейчас мокрый. Этот дублерин. Смотри, перед тем, как мы вот это вот все будем делать, еще раз, потому что я видела, что ты прямо на нем подкраивала. Давай еще раз перепроверим. В обязательном порядке, что ровненько ли здесь. Значит, смотри, обязательно дублирование происходит в наложении друг на дружке. Две детали вместе. И никак, никогда не по-другому. Это в обязательном порядке. Да? Вот так вот. Вот теперь она лежит. Вот только сейчас мы с тобой, смотри, вот мы вот сейчас по вот этой линии будем сейчас укладывать наш дублерин. Это и линия сгиба переда. То есть это вот от этой линии вот сюда у нас здесь будут пуговицы или петли. И вот только теперь мы убираем с тобой вот эти булавки. Потому что мы же не можем прям по булавкам все это делаем, дублировать. Вот, вот сюда убираем. Берем наш кусок. Вот сейчас ничего не двигая, да? Берем наш кусок. Где у нас тут самая такая хорошая долевая часть? Такая, как кромочка. Ну, вот сейчас вот так кладем. Так, хорошо, что у нас какая-то линия есть. Смотри, мы когда второй раз будем дублировать, надо будет провести эту линию еще раз. Сюда же 5 сантиметров, как я говорила. Нет, это 5 сантиметров мы когда кроили. Вот он дал чуть-чуть, ну, можно сказать, что он даже и не давал усадку. Бывает дает, бывает нет. То есть надо смотреть по дуберину. Там, когда уже много будешь дублировать, поймешь, какой надо будет давать увеличенные припуски, а где-то не надо. Нет, все, мы сейчас его продублируем, он уже прижарится, он приклеится и все, уже ничего такого, ничего не будет. И мы с тобой вот так вот, смотри. И здесь в обязательном порядке давишь утюгом. Давишь, да? Только никакие там фалды, ничего не делаешь, а как бы просто фиксируешь вот эту вот ткань. Смотри внимательно, дальше, чем вот этот сгиб, не заходи утюгом. Хорошо? Потому что вот я сейчас могу в холостую тебе сейчас его прижарить, ну, продублировать. Смотри, когда выходишь, он сейчас может подошву утюга прилипать. Что ты делаешь? Ты вот так вот, смотри. Ну, подожди, я же тебе говорю, я сейчас холостой ход тебе делаю, смотри, вот так вот, да? Потом вот эту вот часть, да? Чтобы он тебе на всякий случай не сбился. А мы сейчас еще один раз будем идти сверху и еще раз будем это все дублировать, да? Вот так. Чтобы он сейчас вдруг никуда не сбился, хорошо? Вот, вот я сейчас тебе его, ох, ну, вот, теперь уже более-менее. И вот так вот мы сейчас с тобой начинаем дублировать. Вот так, да? Уже полностью переходим все вот эти моменты, да? И подольше, чтобы он прижарился, ну, продублировался, склеился. Сейчас, 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 сейчас. И вот тут, чтобы склеился и там. Но здесь желательно, ну, максимум на миллиметр ты можешь перейти, но не больше. А вдруг у нас будет ткань с очень хорошим ворсом и мы можем его там примять. Понимаешь? Он же бывает очень, хашимир очень хорошего качества, он такой весь прям пушистый-пушистый прям. То есть мы имеем право это делать только на подборте, но на изделии лучше этого не делать, хорошо? Вот. Вот сейчас, видишь, он уже цвета другого имеет и мы хорошо его прижариваем. Да? Теперь вот с этой стороны и давишь, обязательно давишь, хорошо? Потому что сейчас утюги легкие, когда-то в Савдепе они были такие тяжелые, что они сами за тебя все делали. Ну вот, а тут надо чуть-чуть. Ну, смотри, может быть, действительно, если будет очень пушистая ткань пальтовая, то, может быть, не надо будет так сильно давить. Ну, чуть-чуть, чтобы совсем там не этот ворс не примять. Вот. Вот ты сейчас даже сама будешь чувствовать утюгом. Ну, смотри, он сейчас уже спокойно клепается на эту утюг, а я спокойно прохожу. Ну, тут какое-то время ты затратишь, хорошо? Вот я сейчас одну хорошо продублирую, мне скажешь, хорошо? Я тебе покажу, как с другой стороны. Все? Да. Да. Вот мы продублировали. Дайте ему остыть, пожалуйста. Потом только вот так переворачиваем, да? Пожалуйста, сейчас вот это обрежь аккуратно, да? Вырезаем. И намечаем вот здесь вот эту вот полосу ровную. Прокалываешь вот с этой стороны булавками и переносишь вот эти вот пунктиры. Ровную линию провела. И так же само, только вот так, возле себя, да? И на всякий случай еще раз кладешь линейку и ставишь по прямой. Хорошо, чтобы мы любые там какие-то погрешности устранили. И все то же самое делаешь, хорошо? Мы складываем наш рукав, верхний только рукав, мы делаем оттяжку. И мы его положили лицом к лицу, да? Вот наши крестики, что это изнанка. Совмещаем вот здесь вот эту точку и накалываем. Низа точку вот так накалываем, чтобы припуски у нас совпали, ну, срезы совпали. И я еще совмещаю вот здесь, вот тут, да? Включаем утюг, да? Включили. Ага, где-то, ну, там, смотрите по градусу, как выдерживает ваш откат, там 2,2, ну, 3, может быть, не стоит. Намачиваем квачек, взбиваем. И мочим только вот эту вот переднюю часть. Это передний срез рукава, а это задний срез переднего рукава. То есть передний рукав или верхний рукав. Это передний срез, а это задний срез. Вот этот передний, он вот здесь. И вот его мы сейчас с вами оттягиваем. Оттяжка идет только переднего, верхнего среза. Больше ничего. Сильно не перемачиваем, ну, вот примерно вот так, да? Ни в коем случае никакого пара нет, да? Мы начинаем вот такое вот движение. Булавки нам здесь не будут мешать, так что не парьтесь. Вот, я сейчас вот так, смотри, наезжаю и чуть-чуть оттягиваю. Наезжаю, чуть-чуть оттягиваю. Опять. Наезжаю, оттягиваю, но фиксирую утюгом, чтобы... Наезжаю, да? И вот смотри, что сейчас получается. Мне надо оттянуть вот эту линию. Так, так. Уезжаю. Бывает разная бальтовая ткань. Вот так вот. Мне же надо еще, мало того, что утюжить, мне же надо еще досушивать, да? И вот так вот я ее вот этот срез оттягиваю. Оттягиваю и туда я его вот так кладу, чтобы он принял форму. Вот это. И вот так вот. Ну, вот мы сюда заехали. Напоминаю, у нас здесь стяжки с тобой все есть, поэтому мы тут не можем уже практически ничего нарушить. У нас здесь есть стяжки. Давай сейчас вот тут досушим вот эти вот все моменты. Видишь, тут складок нет, я тут чуть-чуть могу проутюжить. Сейчас досушиваем. Большей степени оттяжка у вас должна уйти посередине переднего среза. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Теперь мы его фиксируем локтями или локтем, как скажете. Вот. Сейчас он остынет. Вот сейчас в реальном времени, сейчас будем смотреть, сколько нам надо времени на это все дело. Ну, на быструю руку это сукно, то есть, которое шинель там шьют, всякое такое, да. Ну, это так, на быструю руку. Да, вот сейчас остывает, в принципе. Ну, сейчас еще чуть-чуть утюг нам понадобится, поэтому я его не, это самое, не отключаю. Сейчас надо досушить. Сейчас досушиваем. И фиксирую. Когда ткань остывает, и под прессом она, она фиксирует форму. Остывая, она остается такой, какая вот она есть. Поэтому сильно изначально нельзя было намачивать, потому что если вы не досушили, она у вас не схватится, эта форма. Она разойдется. Ну, я думаю, что достаточно. Ну, вот она еле-еле теплая. Потрогаю. Еле-еле теплая. Вот для чего нам нужна была эта вся оттяжка. Для того, чтобы, когда я сгибаю вот так этот срез, он у нас должен ложиться параллельно сгибу. Вот тут набегает вот эта ткань, потому что она имеет определенную толщину. Где-то на расстоянии 4,5-5 сантиметров. Ну, примерно 5 сантиметров. Вот без оттяжки вот этот бы срез переднего рукава, он бы не лег. Ох, видишь, вот эта линия параллельная друг к дружке. Этот срез параллелен вот этой вот части. Все, тут все хорошо. Вот оттяжка произошла. Когда вы сможете вот так выложить, просто рука, вы так не сможете сделать. Вот смотри, я сейчас возьму... Отключите. Линия, подожди, подожди. Вот смотрите, это у нас подкладка на рукаве. Кстати, подкладку мы так не формируем. Формируется только верхняя рука. Вот здесь я даже физически так положить не могу. Вот она вот здесь не выкладывается. Видишь, она вот здесь больше закладывается, здесь меньше закладывается. Ее надо оттягивать, тогда она выложится. Вот тут еще рыхлая подкладка. Она, во-первых, с синтепоном. Вот. На подкладке ничего не формируется. То есть мне надо руками зажимать, тогда я ее вот так делаю. А здесь мне ничего не надо, она уже лежит так хорошо. И оттяжка идет только по верхнему рукаву. Подкладку не трогаем. Что я еще люблю делать, видишь, вот она. Вот эта волна пошла. Я сейчас чуть-чуть вот тут ее рукав приведу в нормальную форму, потому что нам можно будет его уже даже сострачивать. Можно даже, готовя его на примерку, сейчас сразу же его вот так вот утюжить. Видишь, вот эту волну ни в коем случае не сутюживай. Я привожу как бы в такой вот хороший, качественный вид, благодаря которому мы уже потом на утюжку вот этой внутренней части рукава мы уже потом вообще не трогаем, не приходим. Чуть-чуть вот эту часть. Вот если вдруг он у нас помялся или что-то еще. То есть вы пошагово всегда работаете. Вот если мы сейчас будем, просто я знаю, что ты понесешь его домой, но он помнется. Поэтому тебе показываю, что тебе нужно будет сделать дома. Смотри, я сюда на 10 сантиметров даже не подхожу, чтобы вы случайно его не сутюжили вот эти вот части. Вот тут, в принципе, это не надо, просто вот, как я и говорила, где-то вот здесь должна идти оттяжка. Вот тогда это правильно сформированная линия. Вот, и теперь мы сможем с тобой уже сострачивать, лучше сострачивать рукав. И если рукав не двойной, а динарный, вот как идет, обычно рукав тоже делается эта стяжка? Ну, в верхней одежде чаще всего он всегда двойной. Верхний и нижний рукав. Очень редко, когда делается с одним швом. Обычно в верхней одежде это не делается. Делается в том случае, если это рубашечный рукав. И тут часто рубашечный рукав тоже делается в верхний и нижний рукав. Или просто рельеф вот тут вот, по рубашечному рукаву находится. Ну, сейчас модно ушить пальто. Вот шотландка идет, это самый воротничок, и вот такой вот рукав, как на твоем платье. А, цельновыкроенный рукав. Да, цельновыкроенный. В таком случае делается? Нет, конечно, нет, 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 нет. Только вточные рукава. Рубашечный он тоже вточной рукав. То есть вточной это вот тут просто сложнее с посадкой работает и распределять. А рубашечный рукав, он так подкраивается, что там нет практически никакой посадки. Но он немножко ломает вот здесь впереди, если вам это, ну, вы можете это перетерпеть, тогда вы не будете париться по поводу посадки, по поводу, по окату рукава. А так никакие цельновыкроенные, ничего не оттягивается, даже если там ластовицы становятся, там должен быть определенный расчет. Иногда рукав делается легкая оттяжка, реглана. Ну, я, честно говоря, крайне не рекомендую вам это делать. Вот у вас есть хорошие выкройки? Там где-то чуть вот тут спереди, может быть, вот в этих местах припосадка. Ну, там это надо смотреть относительно выкройки. Что там у вас на выкройке? Ну, там еще может какая-то, ну, и то лучше не заморачивайтесь по этому поводу. Вточной двухшовный рукав всегда формируется вот так. Иногда мы можем одношовный рукав, который с одним швом, там в платье, может быть, в жакете, может быть, даже и в пальто. Если там изначальная линия... Сейчас паузу поставь, паузу. Вот этот рукав, вточной, одношовный, где идет прогиб по локтю, вот здесь вот у нас идет смещение линии на переднюю часть. И видишь, идет, ну, тут как бы идет определенный крой. То есть это отдельная тема, видео и все остальное. То есть когда у вас вот такая линия, а здесь вот она вот такая вогнутая, здесь вогнутая, а здесь выпуклая линия, вот тут делается оттяжка вот такого рукава. А вот это у нас вот такой рукав с тобой. Вот двухшовный рукав. Здесь в обязательном порядке делается оттяжка по переднему срезу рукава. В обязательном порядке. Да. Давай. Вот мы... Было лицом к лицу, да, верхний рукав. А теперь нижний рукав, вот этот вот, да, только смотри, не подходит. Да? Хорошо, что есть крестики, хоть понятно, куда чего прикладывать. Если бы не было крестиков, куда бы к чему. Видишь, крестик, это изнанка. Потому что так на ощупь, особенно если будете вечером делать или ночью, вообще не будет понятно, что попало наделать. О, это же изнанка была, как и так, где-то, тра-та-та. Вот, видишь, крестик. Ну, хотя бы про образ из крестика. Ну, хоть какой-то отпечаток. Вот. И мы берем сейчас вот этот нижний рукав. Представляем, только что-то какая-то линия у нас тут с тобой какая-то съеденная. Она больше должна быть острая, чем плавная. Почему-то. Смотрите, просто они меня уже по-другому не трогали. Тут, ага, а вот у нас по-другому и не получится. Ну, ты смотри, видишь, мы сейчас вот тут приходим к тому месту, где вот тут пересекаются два среза ровно на сантиметрик. Да? Вот. И мы начинаем вот так вот накалывать. Вот так, перпендикулярно. Вот так вот. Только ты тут ничего не припосаживаешь. Просто тут плавно, ну, просто соединяешь срез к срезу. Ничего не припосаживаешь. Ни верхний, ни нижний. Поэтому я не укладываю сразу все до конца, а я выкладываю где-то через каждые 5-10 сантиметров. Вот так вот. И сначала мы с тобой прострочим вот этот передний срез, ну, вот этот, соединяя переднюю плынку верхнего и нижнего рукава, а только потом будем заниматься вот этой линией. Да, мы прострочим, отутюжим. И тут больше эта линия никогда, чаще всего вообще никогда не меняется. Может, тут какие-то будут изменения, но не здесь. А если я ткань купила подкладочную, подойду? Мы сначала не переносим это на подкладочную ткань? Ну, у тебя же выкройка есть рукава. Ты можешь и по выкройке рукава. Ну, я тебе опять же рекомендую, если и перекраивать, то только перекраивать нижний рукав. Ну, да. Можешь просто вот этот нижний рукав, да, просто из подкладки сделать. Вот, если уж совсем тебе не хочется. Ну, вот, вот тебе выкройка уже есть. Надо, чтобы была свобода рукава. Ну, подожди, мы еще не одели, так оно еще непонятно все. Конечно, если ты планируешь очень объемный свитер одевать, то тогда, конечно, увеличивается прибавка на пальто, и оно тогда точно полуприлегающее, но никак не ближе к облегающему фасону. Вот, и дальше мы с тобой вот так вот продвигаем. Вот так, уравнивая вот эти вот срезы, все это дело накалываем. И вот после этого мы идем строчистыми. Ну, тоже тянем-ка, дострочим. Закрепка, закрепка. Дострочим на машинке уже дострочим. Да, обязательно. А смысл его наметывать? Он же сразу прострочил, оттюжил, собрал я полностью этот рукав. Вот это тебе домашнее задание. Так же самое, помнишь, то, что я тебе говорила, что сколько здесь выпало, значит, и столько на вот этой стороне рукава должно выпасть. Ты возьми в больший размер, может, чтобы оно лучше видно было. Помнишь, вот эти вот моменты? У нас одинаковый крой, но все было одинаково. Значит, сколько здесь не выпало, столько и здесь. Хорошо? Так, вот это тебе дезет. Строчим мы, ну, как, два с половиной миллиметра стежок и тянем. Ну, мы сейчас с тобой одну сторону прострочим. Здесь мы оставляем один сантиметр? Сейчас с тобой прострочим, запишем, прострочим. Потому что мы с тобой еще ничего не строчили. Это очень важно. Так, вот это я тебе один запаковываю. Так, а тогда ты дома. Вот это перекраиваешь, да? Ну, подкладочную ткань. Да, подкладочную ткань, только нижняя. И так же само соединяешь сразу же. Так же само. Здесь вот так же само вот тут. Подстраиваешь сантиметр через сантиметр. Тут что-то немножко линия. Вот так срезаем. Вот, то же самое. Начинаешь вот от этой точки, где ты устанавливаешь здесь ровно сантиметр, чтобы вот здесь был сантиметр. Где смыкается верхняя и нижняя рука. Вот здесь относительно вот этого среза должен быть ровно один сантиметр. И накалываешь булавки, сострачиваешь тоже на один сантиметр. Видишь, тут все совпало. Здесь все хорошо, потому что здесь ничего не оттянуто. Это тут не трогай. Здесь пока тебе еще ничего не должно волновать. Вот, вот это ты сострочишь. Я тебе покажу, как... У меня, Никита, плохое видео сделано. Хорошо. Да, вот здесь мы с тобой вот это вот все прострочим. А потом я тебе покажу вот эту сторону, как надо сделать. Хорошо? Вот ты перекраиваешь, и потом мы вот этим вот дальше с тобой занимаемся. Значит, тебе еще вот эти вот выточки. Так, сразу тебе накалываю по поводу среднего шва спинки. Так, это наши с тобой рукава. Пока паузу. Ну, нажми паузу, да. Смотри, вот наш рельеф по переду сделали, но смотри, вышел. Все хорошо, ты говоришь, на одинаковом расстоянии завершилось, но вот здесь выпала одна часть относительно другой. Такого не должно быть. Ну, может быть, потом, может быть, нам так и надо делать, но пока давай четкую такую линию сделаем, потому что и здесь вот дальше оно не совпало, и криво совпало, да. То есть мы опять дополнительно вот так вот накалываешь со стороны вот этого рельефа ты всегда, и всегда от этого центра, да. А потом один наметываешь это расстояние, измеряешь на другую сторону, откладываешь, и опять так же само все делаешь. Хорошо? Вот. И потом, смотри, что нам еще надо? Нам надо взять нашу переднюю половинку, вот эту вот выточку, перенести наизнанку в обоих сторонах и сделать среднюю линию. И начиная от вот этой вот линии, вот так вот, только наизнанке, да, сметать, чтобы мы получили вот эту вот выточку. Вот она. Чтобы мы вот так, только, пожалуйста, делай ее очень точно, чтобы мы второй раз не переделывали. Хорошо? Вот. Вот это сделать. Боковые тоже совместить по надсечкам, тоже сметать. Вот. Пока это. Хорошо? А потом плечевые, и вот это сделать. Да, и оплетите внимательно, когда вот скалываете рельефы. Смотри, здесь у нас ровно лежал, мы закололи булавочками, идеально совместили наши надсечки. Без надсечек не делаете, не собираете рельефы боковые, все остальное. Вносите их с выкройки в обязательном порядке. Вы потом от них можете любую манипуляцию сделать в обязательном порядке, да? Теперь как мы делаем? Смотри, я вот сейчас ее чуть-чуть подзагну, вот эту детальку. То же самое и с верхней частью нужно было. И вот так поворачиваю. Вот где она сомкнула, ну, совпали вот эти срезы, там мы и ставим булавку. Видишь? Вот, мы идем от низа, да? Или от талии, например, да? Теперь смотри, я опять вот так поднимаю, вот только чтобы здесь не было посадки. Оно должно быть ровно. И на расстоянии где-то сантиметра, может даже, ну, даже может через 0,5 быть вот эта вот линия. И смотри, оно дальше сложно перегибается. Я опять вот так ее расслабляю, вот эту детальку. Вот, вот так раз. И фиксирую вот так вот. Видишь, подвигаю, подвигаю, подвигаю. Вот тоже мне не интересует, и это мне еще не интересует ничего. Мне надо только вот данное вот это расстояние, чтобы оно было беспосадочное. Мы ничего не натягиваем, мы просто здесь укладываем. Видишь, я не беру вот так. Лучше это делать все на столе, да? На чем-то скользком. Да, и все только на булавках. Вот, видишь, опять я вот поворачиваю. Все время поворачиваешь, поворачиваешь, поворачиваешь. Вот. А только вот единственная просьба, ты, пожалуйста, слабо не наметывай, а то я потом, ну, не увидит все, что нам надо. Да, не слабо и не туго, чтобы когда ты разворачивала, ну, максимально оно вот так расходилось, чтобы оно не совсем там расходилось. Здесь не получится жестче. То есть тут все хорошо, хорошо? Вот, и вот так до конца, до конца, вот так накалываем, накалываем, и намет его. Видишь, может, надо еще вот так больше ее положить. То есть тогда она ляжет. А потом мы заснимем как переднюю половинку. Там такая же манипуляция, только еще может чаще становиться вот эти вот булавочки. И смотри, еще такой момент. Вот сколько здесь не дошло, столько и с другой стороны точно так же должно быть. Потому что если ты одну так наколола, смотри, здесь посадки нигде нет, ничего, все хорошо, то обязательно здесь чуть ли там не метку вот так ставишь, вот тут промеряешь это расстояние, и вот сюда вот переносишь, хорошо? Тогда у нас вообще все идеально будет. Так же самое на основном изделии. Тогда вообще никакой погрешности, ни дефектам не будет. Вот ты говоришь, что у нас не совпало. Я сейчас покажу, почему. Вот смотрите, видишь? Ты говоришь, там где-то на 0,5 на сантиметр. Почему? Смотри, я вот здесь накалывала булавки вот здесь, между одним и вторым проколом. А у тебя наколоты булавки вот здесь, как будто у нас на сантиметр с копейками наметка. Поэтому у тебя вот так должно быть всегда все наколото. Поэтому и оно увеличилось. Поэтому мы должны... То есть сначала надо проложить 2 сантиметра? Ну да, лучше вот так тогда, наверное, сделай. Да, вот так. А потом вот перед строчкой и после, наметочная или стачивающая, вот тут у тебя должна быть булавка. Тогда вот этих погрешностей не будет. Но они крайне важны. У нас не асимметричная фигура. У нас все красиво и замечательно. Значит, и здесь должно тоже все сходиться. У нас одинаковый крой был. Ну и все у нас совпадало. Хорошо? Вот эту вот переднюю половинку мы с тобой вот так вот накалываем булавками по вот этой линии, которую мы перенесли на лицо и которую мы дублировали. И ровно сантиметровыми там стежками наметаешь. И там два раза закрепка и полностью по переду прямую вот такую строчку наметочную ты делаешь. А потом мы вот это срежем. Вот это мы потом срежем, а сноровим чуть-чуть попозже. Так, значит, что мы дальше делаем? Мы с тобой берем наш перед. Вот он, да? Это же изнанка, это лицо. Здесь крестика нет, значит, это лицо. Вот. И кладем, вот, видишь, я его прокатываю специально. И кладем лицо к лицу, находя нашу надсечку. А вот она, видишь? Здесь вашими мыльными метками ничего не поможешь. Здесь должна быть надсечка. Хорошо? Вот надсечка. И ищем эту же надсечку вот на нашем бочке. И вот так вот скалываем. Вот, видишь? Вот. И начинаем вот так накладывать. Вот так вот накалываем, накладываем. И вот так накалываем булавками. Обязательно параллельно низу. И будем... А здесь вручную? Да, здесь все вручную. Все вручную. Абсолютно все. И здесь мы с тобой будем прометывать. Да. Будем наметывать с тобой белой ниткой. Делать эти самые. Поскольку у нас первая примерка. Мы первый раз сняли на тебя мерки. И делаем плечевое изделие. Так, вот так. А как вот здесь определиться? Как оно? Вот она тебе сама сейчас. Эта линия и ляжешь. Здесь просто проведешь вот эту линию. Может быть на этой стороне. Ага. Не будет, значит, здесь этого припуска. Значит, очень большая к тебе просьба. В обязательном порядке. Довести сначала припуски. А только потом наметывать. И точные припуски. Ровно 2 сантиметра. Иначе я потом не внесу выкройку изменения. Хорошо? Ну, нужно как бы постараться так сделать. Вот сейчас ровно лежит. Вот это пока ты вот эту наметываешь. Теперь мы так же само накалываем. Наметывая только до этих пор. Ну да. Я просто тебе поворот потом покажу. Вот до сюда. Вот до сюда ты вот это делаешь. Да? Да. Теперь вторую половинку мы так же само находим. Надсечки. Здесь еще очень важный такой момент. Чтобы мы с тобой... Вот это. Мы же все зеркально с тобой кроили. Значит, у нас и зеркально должно, например, так же вот вниз выходить. Там, например. То есть вот это в обязательном порядке у тебя все должно совпадать. И в верхних точках, и в нижних точках. Здесь вот смотри, перепроверяешь. Вот наш припуск. Видишь? Вот наш припуск. Здесь все очень хорошо легко. Вот тут есть припуск, а там надо наметить. Намечаешь, а потом только это самое. Да? Вот. Вот. И теперь мы наметим. То же самое сделай, пожалуйста, на спинке. На спинке мырс. Пока с рукавами подожди. Там надо еще обтяжку делать рукава. Значит, вот этот пока намет. Только сантиметр через сантиметр. Не, один через два. А сантиметр через сантиметр наметим. Ну, вкл-выкл через сантиметр. Не сантиметр через три сантиметра. Ну, я вообще просто проговариваю. Как обыкновенная вот наметочная строчка. Сантиметр через сантиметр. Вот, и сейчас накалываем нашу заднюю половинку, да, вот эту, и здесь наметываешь не средний шов спинки, только уравниваешь все, да, сначала средний шов спинки, а потом мы займемся так же самым, подстраиваешь вот здесь под надсечки. Так, мы забыли с тобой сделать надсечки на талии в обязательном порядке, 2-3 миллиметра, да, вот, видишь, хотя бы по чуть-чуть. Вот тут центр переда, да, это был, или что это за линия была? А, вот эта линия ползаноса, да, а вот это, скорее всего, что центр переда, да? Обычно точно? Мы перепроверем, потому что нам эти центры все нужны, мы же до центра будем нашу стойку, да, наметываю. Да, вот тут хорошо. Потом я иногда делаю даже надсечку, вот мы специально ее поставили, где центр груди. Да? Только 2-3 миллиметра, вот так вот, не надрезайте, точно сантиметр как минимум надрежете. И очень рекомендую с этими вот, вот так, сложила вместе и перенесла вот так. Так, теперь вот эту ножку. Что нам нужно еще за надсечки поставить? Так, давай понижнем рукаву центр, все-таки, нам будет потом удобнее. Ага, ты тут уже поставила. Хорошо, рукава есть. Здесь талия, это рельеф по задней половинке. Так, центр рукава верхнего в обязательном порядке. Да? Ага. Так, и наша передняя половинка, рельеф, центр на груди, тут центр на талии, и вот здесь на талии. Такие вот, буквально там 2-3 миллиметрика. Вот, вроде бы все, что нужно, мы сделали. Не надо? Нет, тут не надо. По переду, да, где центр груди, да. А эти рельефы не надо. Тут же нет в области груди, я думаю, что не надо. Пока пауза. Смотри, чтобы у нас сейчас не случилась какая-нибудь оказия, потому что не факт, что лицо это лицо изнанка-изнанка, в обязательном порядке, перед раскалыванием всех деталей мы с тобой ставим крестики на изнанке. Хорошо? Потому что, в общем-то, похоже, хорошо, можно как-то по запарке не так сделать, и потом очень сильно переживать по этому поводу, зачем оно нам надо с тобой. Вот, в обязательном порядке вот так вот крестики ставим на всех деталях, хорошо? Давай, сейчас везде проставим, и понятно, что на подкладке не надо, там и так все понятно. А здесь на верхней ткани в обязательном порядке. Проставим. Так, вот наша машинка родом, да. Лучше пальтовую ткань соскрачивать на более сильных машинках. Можно на женоме, если нет ничего другого, но лучше посильнее машинку. То есть, в данном случае это родом, потому что будет очень большое количество сложений ткани, но он может взять, может не взять, например. Вот, положили вот так вот, да, попали вот сюда вот, протащили по ходу, да, отогнули вот эту вот шторку и поставили. При поднятой иголке, да, положили, все, закрыли, туда вбросили, все. Все, теперь здесь мы с тобой обрезаем кончик и вот так вот протаскиваем. Сейчас мы еще проверим качество строчки, качество натяжения, потому что это не жено, это по типу Подольска и всего остального. Так, заправляем, как вот ей надо ее заправлять. А сейчас продаются машинки родом? Да без проблем. А? Не знаю. Это из старого запаса, но именно на ней мы строчим джинсы с большим утолщением, а на жену я даже их и не ставлю, потому что не стоит этого делать совершенно. Да? Так, ну кусочков у нас так-таковых нету, да? Нет, что, найдем. Паузу. Так, поставили, да, намотали 2-3 раза на палец, да, вот так вот, чтобы она там не накрутилась. Стежок у нас 4 миллиметра, да? Сейчас просто делаем холостой ход между двумя сложениями ткани и смотрим, чего у нас тут с натяжениями. Так, ну вот тут можно было бы чуть-чуть призажать, да? Давай я сейчас в 2 сложения посмотрю, а потом в 1, в 1 сложение. Потому что нам в итоге с тобой надо будет еще и в 1 сложение. Все хорошо. Значит, на что вы смотрите? Чтобы с изнаночной стороны не было петельки, и с лицевой стороны вот петельки между двумя стежками не было, значит, качественная строчка. Значит, нас все устраивает. Так, теперь давай в 1 сложение, потому что мы сейчас будем делать стяжки. В 1 сложение просто на всякий случай перепроверяем. Все хорошо. Так, убираем. Сейчас, отключать? Нет. Ну, паузу ставь, хорошо? И вот мы начинаем с тобой делать стяжки. Это горловина по передней половинке. Откалываем вот эти вот булавки. Вот только сейчас мы откалываем их перед тем, как мы плавно переходим на прострочки. Мы будем сейчас стяжки делать по горловине, по ростку, по пройне и по окату рукава. Хорошо? И нижнего, и верхнего. Вот я не раскалываю пока все остальное. Вот у нас надсечка. Вот фактически от этой надсечки мы с тобой очень аккуратно вот так вот ставим. И ровно на лапку, без закрепок, без ничего, просто строчим. Мне нужно сделать стяжку в прямом смысле слова. Вот смотри, я вот так сейчас буду формировать специально вот эту вот складку, для того, чтобы оно как бы больше припосадилось, нежели чем растянулось. Потому что мы будем метывать горловину, мы будем метывать рукав, там будет много манипуляций, в которых эта ткань может развалиться, растянуться. Пальтовая ткань тоже бывает стрейчевая слегка, но бывает даже не слегка. Она рыхлая, мягкая, поэтому она подвержена к этим всем растяжениям, особенно вот в этих вот местах. Вот, да, мне не получается там сразу, значит, поднимаю лапку и вот так вот стрячу. Так, да, все, и здесь мы не делаем закрепки, аккуратненько вот так отводим, вот так обрезаем. Здесь мы делаем только горловину, да. Значит, давай, что-то... Вторую часть горловины. Да, вторую часть горловины. Сейчас я тебе еще единственный окат покажу. И все, в общем-то, там дальше ты уже с вами справишься. Вот так ставим, да, стяжки. Стяжки мы не делаем на трикотаж. Во всем остальном мы делаем на трикотаж. Смотрите, внимательно, чтобы оно вот так не оттягивалось, не лежало у вас вот тут. Почему мы на трикотаж не делаем? Трикотаж и тянется. Мы трикотаж обрабатываем на оверлоке и на распошивалке. Мы на машинке, ну, в крайнем случае будем строчить, в самом крайнем. Поэтому там мы этого всего не делаем. И мы даже иногда перед примеркой все полностью собираем. И нам не надо строчить. То есть, почему я не строчу на вот этой машинке? Потому что она, во-первых, может сделать дырку, может от этой дырки пойти стрелка. И она делает не растяжимый шов. А растяжимый шов делает только распошивалка и оверлок. Если ткань сильно стрейчевая, значит, мы должны пользоваться другими машинками. Оверлок или распошивалка. Ну, и распошивалка, например. А это для костюмного и плательного ассортимента, ну, пальтового ассортимента. Хорошо? Так, видишь, иголка внутри, когда делаешь поворот. И как бы все ставишь на вот такую вот стяжку. Он в складку здесь не прострочит. Он сам разровняет. Ну, машинка сама разровняет, да? Вот у нас насечка. Вот это примерно вот это вот. Вот, все. У нас теперь горловина, спереди горловина, да? Она у нас предохранена, ну, от растяжения мы ее предохранили. А росток сейчас мы дальше с тобой просто... И строчить мы будем только пальтовую ткань. Подкладку с синтепоном строчить, стяжки не будем. Хорошо? Вот это прострочили, отложили. Вот этот кусочек, я думаю, что не надо его сострачивать. Он здесь по прямой. Ну, хотя... Ну, обычно я его тут не трогаю. Это сильно маленькое расстояние. Вот, очень аккуратно отложили. Теперь, ну, в принципе, что по окату, что... Вот эта задняя половинка, да, рельеф, то же самое. Мы делаем с тобой стяжки на 0,7. Подожди, а здесь вот только один получается, а второй? Там у нас горловинка. Нет, я уже там сделала обе горловинки с двух сторон. Я сейчас тебе еще раз дополнительно покажу. Свет, ну, вот я одну сделала, а вот это вот вторая. Я две сделала. Так, смотри. Вот задняя половинка. Мы будем сейчас вот эту пройму строчить. Хорошо? Вот так. И вот так мы поставили. Опять же, там чуть придержали. И тут, да, вот так вот. А только потом мы с тобой расколем все детали. Только после стяжки. Смотри, здесь не растягивай, а наоборот вот так даже стяжку. Хорошо? Вот, все, оно у нас пристрочено. Смотри, чтобы вот здесь вот эта строчка не затянулась, когда ты выходишь. Хорошо? Угу. Вот так вот. Все, теперь все то же самое дальше. И окат рукава, и нижний, и верхний. И, в общем, все, просмотрим с тобой. Вот таким образом делается стяжка. Вот это, помните, у нас цельно выкроенный подборд. Я немножко там неправильно сделала. Мы сейчас его с тобой доделаем. Его нужно как положить? Вот так вот. На, именно лицевой стороной вниз. И начинать закалывать вот этот подборд. Как он хочет лежать. Вот так. Видишь, я даже специально его прокатываю, чтобы точно узнать, как он будет вверху. Иначе, если вы отверха начнете что-то там обрезать, вы точно попадете на какую-то погрешность. Тут у нас с тобой оно заметано все. Мы точно как с тобой вымеряли, да? Сколько у нас тут подборд? У нас там 5 сантиметров. 12, да. Мы это так с тобой выменировали. Так, вот так. А теперь этот вот ослабляем край, чтобы у нас выложился ровно вот этот. И то, может быть, не сразу, потому что здесь нагрудная выточка. Вот видите, что тут ровно лежит. И я вот здесь вот ровно вот тогда вот так вот закалываю булавку. Дальше мне уже вообще никакие булавки не интересуют. Единственное, может быть, тебе... Ну, ладно, не интересует. Так, вот так вот. Видишь? Вот теперь можно будет... О, видела? Я пришла сюда, ровно теперь я вижу, как он сюда приходит. Потому что мы с тобой будем кусочек здесь с тобой дотачивать. Ну, это надо будет делать каждую деталь по отдельности. Мы сейчас эту так же сделаем. Но на второй стороне ты ее отзеркалишь. Давай вот так еще чуть-чуть закалю. Все параллельно низу мы закалываем булавки всем. А вот теперь мы переворачиваем и оснорабливаем все, что нам тут не нужно. Мне вот здесь не нравится вот это вот. Я ее раз пять делала. Припосадка идет? В одну у меня получается красиво. А, наоборот. Вот в этом плотно. Это давай мы примерку сделаем. Я посмотрю центр длинноместия на груди. А тогда я тебе уже все нюансы покажу. И скажу, почему там, например, могло не получиться. Да? Вот смотри. Вот эту линию мне надо просто вот сюда, ее под прямым углом вот так продлить. Вот, да? Вот прямой угол. И вот наша линия. Вот она, да? Вот она, да? Край линии. Я сейчас просто с тобой вот так вот его продлеваю. Или выкройку там прикладываете. Ну, тут прямая линия должна. Сошли, не было заноса. И если она у нас на пять сантиметров, то до этого места мы с тобой вметываем нашу вот эту вот стойку. И вот теперь ты спокойно можешь, видишь, даже вот этот кусочек. Можно спокойно его срезать. Если срежу, уйдет вот эта припосадка. Подожди, 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 Света. То потом будем. Хорошо, мы сейчас под бортом занимаемся. Вот так. Видишь, тут наколоты вот эти булавки. Вот. Да? Вот. Теперь оно все четко-четко прилегает. Вот теперь только после этого я бы тебе рекомендовала здесь вот так посередине наметать. Потому что он не двигался. Особенно вот этот кусок никуда не двигался. То есть я там сняла булавки, можно его не снимать. Просто посередине, чтобы легче пола держалась, чтобы она не заваливалась никуда. Не надо было нам ее куда-то чего-то. А знаешь, даже как можно сделать? Возьми ее ровно на 5 сантиметров от края. Наметай. Потому что именно 5 сантиметров мы давали с тобой припуск. Ой, не припуск, а линию полузаноса. Чтобы нам там не поддувало там и всякое такое. Да? Вот так. И вот по вот этой линии наметаешь. Ты запомнила? Ага. Вот. И, кроме сучья, я там выложу это видео. Это по лицу ты рисуешь. Да, я тебе по лицу рисую. Да, наметываешь с одной стороны, то же самое манипуляцию делаешь с другой стороны. Хорошо? Поняла? Угу. Все, пауза. Хорошо.